Омни Найт, он же Артас. Бывший член Ордена Серебряной Руки, Омни Найт, присоединился к Сентинал, чтобы мстить за смерть лидера Ордена, Утера Лайтшингера. Надеюсь, для тебя уже приготовлено место, Баду. Боюсь, мы этого никогда не узнаем, Утер. Все дело в том, что я собираюсь жить вечно. Обучаемый Утером непосредственно в духе Паладина, Омни Найт переносит силу Святого Света на поле битвы. Он может очистить души союзников, в то же время нанося повреждения любому врагу. Он способен защищать союзников от вражеской магии и своим присутствием истощает врагов на поле боя. При необходимости может призвать на защиту Ангела, чтобы защитить себя и своих союзников. Свет указывает мне путь. Оп, погнала, ребятки. А вот с радиенцем. А это вот с руки. Руш! Ну... О, можно на вставочку дальше. Оп. Не, ну это на вставочку. Четко. Омник. Просто выносит. Гайды это качество, гайды это контент, гайды это ксеназус. Эгей, чуваки, гоу, эгэгей. Оп, еще раз ульт. Лего, ты где, брат? Первая катка это Омник, у нас стандартный радиенцевый. Стандартный радиенцевый Омник. Не надо, дядя. Блин, это такой кринж. Да в таверну, бро, уже нырни, ё-моё. Жесть. Просто что за дота, что за кайты, что за мансы. Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксеназус. И сегодня, конечно же, у нас новый гайд. Но прежде чем мы будем разбирать этот гайд, конечно же, поблагодарить вот этих спонсоров. И в целом благодарю всех, кто подписывается, кто ставит лайк и кто смотрит моё творчество. Друзья, не забывайте ставить лайки на видосы. И это продвигает мой канал, продвигает мой контент. Поэтому прямо сейчас идём. Лайк, лайк, подписочка. Вот там вот всё вот это. И вот тут ещё вот такая вставочка. Будет, да, красивенькая. Тринь-тринь-тринь, подписочка, лайк. И вот это всё. Друзья, спасибо всем за поддержку. И что ж, у нас сегодня новый гайд. И этот гайд посвящён, ну, вроде как Артусу. Ну, какой-то пурист Ундербрас. Я так понимаю, в истории Доты, именно Доты, не Варкрафта. Это, не знаю, либо это моделька такая. Либо это Омник опять продал душу, воскрес, чтобы отомстить самому себе за то, что он убил Утро. Наверное, как-то так. Я не знаю, я не хочу в это вдаваться. Но по истории Доты, вот та история, то, что была в начале, так оно и есть. Что Омник хочет отомстить за смерть Утро с коржан. Получается так. Ну, не знаю, давайте не будем в это углубляться, опять-таки говорю. И поехали посмотрим, что у нас тут по гайду. В целом, мы сегодня, конечно же, посмотрим вот эту модельку, да. По стандартику, моделечка. Омник вот такой вот у нас. И, конечно, мы сегодня узнаем, как работают его способности. Как работает Purification, как работает Repel, как работает Deggen Aura и как работает Guardian Angel. Друзья, для вас сегодня прекрасные игры, прекрасная теория. Досматривайте теорию до конца. Смотрите крутую практику. И, в принципе, знаете что? Да все вы знаете. Поехали. Ну, что ж, друзья. Первая способность на нашем персонаже это Purification. Данная способность позволяет излечивать раны и попутно дамажить. Очень крепкий спелл в доте. Один из самых сильнейших спеллов, я считаю, потому что этот спелл, во-первых, наносит огромное количество урона. И заполняет огромное количество пробелов в вашем здоровье. А именно, захиливает. И захиливает при этом очень-очень сильно. И дамажит также. Эта способность наносит чистый урон. Именно чистый. Это не магический, не физический, а именно чистый. И в зависимости от урня прокачки он у нас будет, так сказать, возрастать. Как эта способность работает досконально? Сейчас мы все будем это разбирать. Ходки у нас R. Мы прокачали эту способность. Дальность применения у нас есть. Есть у этой способности. И есть радиус применения. То есть, ну как, не радиус, а радиус действия. Вот так будет правильнее сказать. Дальность применения, если вдруг вы хотите захилить союзника, у нас составляет 700. И, конечно же, в радиусе, после того, как вы закастовали, в радиусе 225 единиц всем, кто находится рядом, будет, как говорится, нанесен урон. И это, соответственно, очень-очень-очень-очень много. Смотрите, если вы вот так вот кастуете, то, конечно же, всем в радиусе 225 единиц наносится дэмэж. В случае, если вашего союзника немного похарасили, вы можете захилить и можете продамажить. То есть, вот так примерно это будет выглядеть. Ничего сложного в применении. Также можно это юзать на себя. Можно юзать на крипов. Очень люблю омников, которые хилят крипочков. Реально, очень довольно-таки забавная тема. Очень сильная способность. И она также еще бьет и в инвиз. В случае, если рядом с вами кто-то есть, то есть вы подходите, образно вот так, оп, подхиливаете. И, конечно же, наносится дэмэдж. И при этом еще очень много восполняете. Переходим к табличке и смотрите. Дальность применения 700 единиц. Радиус 225. В радиусе 225 единиц все будут получать дэмэдж. В случае, если вы захилитесь. Это реально очень-очень жестко. И теперь самое интересное. Урон пропорциональный нахилу. И урон у нас составляет такую пропорцию. 90, 180, 270 и 360 дэмэджа вы нанесете, если кто-то будет рядом с вами в радиусе 225 единиц. И, соответственно, лечение у нас такое же. 90, 180, 270 и 360. Оно абсолютно пропорционально. КДшка у нас тут всегда 10 секунд. И монокосты такие. 100, 120, 140 и 160 единиц маны. 160 единиц маны, в принципе, для Омника это не особо затратно. Но, тем не менее, за такую способность, которая нанесет 360 чистого урона и захилит вам 360 хп, это немного. Реально, поверьте. Одна из самых жестких способностей, я считаю. В целом, более тут нечего рассказывать. Крайне интересная способность. Давайте пропишем вот такую тему и тем 230 и посмотрим, что у нас будет тут. Если персонаж находится в БКБ, вы не сможете никак его захилить. К сожалению, ребятки. Применение на себя, на союзника, на крипочек, как я уже говорил. И можно работать дальше. Вот такая вот у нас первая способность, друзья. Очень-очень жесткая. И самое главное, запомните, что эта способность наносит чистый урон. Худы пайпы не помогут. Следующая способность на нашем персонаже это Репел. Репел одна из самых тоже дисбалансных способностей. И в целом, Омник, я считаю, что это дисбалансный герой. Но это и в целом и метовый герой 85-й карты, потому что он реально очень хорошо апнут. И сейчас мы поговорим о Репеле. Репел это способность, которая позволяет заблокировать весь магический урон. То есть, это как БКБ, но только немного хуже. Поясню чуть-чуть позже, почему немного хуже. А пока давайте прокачаем и посмотрим, что у нас как все делается. Прокачиваем ход К, у нас Е. Дальность применения есть у этой способности 500 единиц. Можно накинуть на союзника, можно накинуть на себя. Давайте накинем на ЦМку и посмотрим, что будет происходить. Вот такой вот эффектик у нас появляется. И на этого персонажа нельзя наюзать никакую магию. Вот смотрите, опа, сейчас можно. То есть, как только Репел заканчивается, магию можно на врага юзать. То есть, понимаете, да, как это работает. Также можно наюзать на себя и, конечно же, спокойно бежать и кого-нибудь тушить. Вот и Оракл не может ничего нажать. То есть, не кликабельный персонаж, что считается, как будто он находится в БКБ. А сейчас у него репел закончился и можно нажать несколько магий и подзатушить Омника. На ранней стадии данная способность очень-очень сильная. И, конечно же, есть моменты, которые позволят вам ее законтрить. Но и в целом об этом немного позже. А сейчас давайте посмотрим по табличке. В зависимости от уровня прокачки данная способность прокачивает у нас длительность этого репела. То есть, этот репел будет висеть огромное количество времени. Давайте смотреть по табличке. Дальность применения, как я уже говорил, 500 единиц. То есть, в радиусе в 500 единиц вы сможете кому-то накинуть репел. То есть, подбегаете, кидаете в союзнику. Союзник доволен, он защищен от магии. Также еще немаловажный момент. Данный репел позволяет накинуть на союзника или на вас самих, или на какого-то врага. Также на врага можно кинуть репел. Небольшой диспел применяют. То есть, этот диспел позволяет снять какие-то негативные бафы, которые вам мешают. То есть, это тоже такой немаловажный момент. Но это не сильное развение, а крайне легкое. То есть, снимет всякий там замедло какое-нибудь, снимет и, в принципе, все. То есть, это такой микромоментик. Также можно на врага накинуть, как я уже говорил. То есть, врагу заблочить можно будет там. Юзание каких-то, либо спеллов на себя. То есть, и тому подобное. То есть, ну, вот такая вот механика. Образно, если я накину на оракул. То есть, оракул не сможет себя захиливать. И, по идее, не сможет кинуть на себя даже ульт. А, нет, ульт он сможет кинуть. Но тройку наюзать во время ульта он на себя не сможет. То есть, вот такая вот тоже небольшая фишка. Следующее, что у нас там есть по табличке. Это у нас длительность данного репела. 6, 8, 10 и 12 секунд. Все вы знаете, что БКБ у нас идет 10 секунд, как только вы его купили. И начинает падать с каждым заюзанным, то есть, вот таким моментом. То есть, когда вы БКБ подъюзываете, у вас БКБ сначала 10 секунд. Один раз вы заюзали, второй раз вы юзаете, у вас уже 9, 8, 7, 6 и 5. До 5 секунд БКБшка просаживается. А репел омника не просаживается. Репел омника всегда действует в зависимости от уровня прокачки. А именно, 6, 8, 10 или 12 секунд на ласт уровне. При этом, весь этот репел будет требовать 50 маны и перезарядка 14 секунд. То есть, почти постоянно можно будет бегать в такой защите от магии. Это реально очень-очень жестко. Поэтому, вот такая вот, ребятки, способность. Монокост небольшой и КДшка небольшая за такую люто имбовую способность. На ранней стадии просто нереально ее законтрить. Но есть некоторые моменты, которые позволяют скидывать это действие репела. И сейчас мы подбираемся к этому моменту. Что нам нужно еще знать? Когда персонаж союзный у вас находится в БКБ, вы еще раз можете накинуть на него репел. Да, я не знаю, зачем это сделано. То есть, получается двойное БКБ, но это ни о чем не говорит. Когда персонаж находится в БКБ, он и так в БКБ. То есть, ну, все равно сможете заранее пробафать. Если так выразимся, это поможет вам в игре. То вот так вот можно и подъюзывать. Следующий момент, который у нас в контре репел. Это, конечно же, Дифьюзиал. Дифьюзиал позволит снять репел с какого-то, ну, врага образно. Если тут вот это мой союзник, да, то есть и на враге есть репел. То Дифьюзиал спокойно справится с репелом. И, конечно же, это лютая контра вот этого репела. И можно спокойно пользоваться этой конторой. Также написано на сайте Айкапа, что еще первый спелл Оракла может снять. Ведь первый спелл Оракла это тоже диспелл. Но, к сожалению, это так не работает. Образно накидываем. Омник, опа, закинул. И смотрим. Оп, закончилось действие применения первой способности. И у Омника также остается репел. То есть, соответственно, первая способность Оракла не контрит способность репел. Никак не контрит. Следующее, что может законтрить еще репел. Репел может законтрить вот этот маленький сатиренок, чертенок, которого просто могут переманить с помощью Доминатора или же там Enchantress, или Дума, или Чена. То есть, как-то можно вот так тоже находить обходы. И, конечно же, спокойно снимать этот репел. Ну и, в принципе, все. Все. Одни из самых неприятных моментов, которые у нас есть, когда вы играете на Омнике, это то, что в случае, если вы находитесь в репеле и попытаетесь заюзать дабл дэмэдж, образно у вас она была в ботле, то у вас ничего не получится. Также с помощью репела вы сможете снять с себя ДД. И также не будут работать иллюзии, когда вы будете находиться в репеле. То есть, если у вас есть какая-то руна особая в ботле, то есть это либо ДД, либо иллюзии, то не забывайте, что они не активируются в случае, если у вас есть репел. К сожалению, вот такая вот есть небольшая механика. Также у нас еще и гост не работает. Давайте вот так пропишем. Минус итем. Ну, 64 пусть, а будет септер, да? Также у вас не будет в репеле работать гост. Я не знаю, почему это сделано, но ведь в БКБ тоже ж нельзя разаюзать гост, да? Соответственно, и в репеле также нельзя. Поэтому, ребятки, запоминайте вот такие некоторые фишечки по репелу. В применении данная способность крайне проста. Накинули на свой керри, он прыгает и уничтожает. Если там нет никакой контры, а именно диффузиала, сатира или прочих других моментов, то, конечно же, изи катка. Все, ребятки, поехали на следующую способность. Следующая способность на нашем персонаже это Деггин Аура. Данная Аура позволяет заблочить всем в радиусе 350 единиц МС и АС. Заставить врагов немного замедлиться. Реально, это очень крутая тема. Но, к сожалению, данная способность является очень маленькой АОЕшкой. Всего 350 единиц. Но, давайте прокачаем и посмотрим, как это работает. Хотки у нас Деб прокачали и сразу мы обращаем внимание, что у Омника появляется такая красивая Аура. Обратите внимание. Тогда сразу вот эта тема сигнализирует, что у Омника имеется вот это замедление АС и МС. Ребятки, давайте посмотрим, как это работает. Когда мы подходим к врагу, у него сразу такой дебаф организовывается, который имеет задержку 1 секунда. Это очень важно понимать. То есть, когда вы подходите в радиус, конечно же, существует такая небольшая задержка, которая у нас проявляется со временем. А именно, время 1 секунда. И также, чтобы выйти с нее, как говорится, тоже потребуется секунда. Поэтому, держите в курсе. И давайте посмотрим, как у нас будет атаковать Оракл без этой Ауры и с Аурой. Смотрите, вот он бьет спокойно. 2, 3. И подходим в упор и пробуем. Смотрите. Чуть-чуть так, ну, помедленнее вроде начал атаковать. И тут прям быстро. Быстро и медленно, да? Чуть-чуть помедленнее заметно, да? Но Аура немножко сейчас слабенько работает в зависимости от уровня прокачки. Она будет, конечно же, работать лучше. И, соответственно, носить очень большое КПД. Мне, что нравится в этой способности, это то, что эта способность очень хороша на ранней стадии. Получается, вы ее Омника догнать не можете, потому что становится такая тема. Вы, когда пытаетесь догнать Омника, вы входите в этот АУЕ в 350 единиц и пытаетесь догнать Омника, а не можете. Просто не можете. У меня очень много было таких моментов, что я сгонюсь за Омником, я к нему в упор подбегаю. Действует Аура, Дегин Аура. Спасибо за подписку. Действует Дегин Аура, и, конечно же, ты такой раз замедлился, опять догоняешь, раз, опять догоняешь. И вот это постоянные качели, которые не позволяют затушить Омника. К сожалению, имеют место быть. Но для Омника это кайф. ВМС качаешь, всех замедляешь. Тушишь, напрягаешь. Реально очень круто. Давайте выкатим сразу табличку и посмотрим, что у нас тут делается. Радиус 350. И смотрим. Замедление скорости передвижения. 10, 18, 26 и 34%. 34% замедления скорости передвижения. Это очень круто. При том, что это еще и Аура, хоть и маленького АОЕ. Замедление скорости атаки. 10, 18, 26 и 34%. Это тоже очень-очень много. Прикиньте, вы когда в упор подходите, вы реально очень серьезными становитесь. То есть вы доминируете над врагом, преобладая... Преобладаете? Что я хотел сказать? Не понимаю. Вы доминируете над врагом тем, что вы замедляете АС и МС. Тем самым, реально очень много вносите проблем врагу. Это круто. Ну и что ж. Самое интересное, что у нас тут еще имеется. Смотрите. Это Младск. Пишем. 230. Клэр. Сразу, чтобы не мешало. И посмотрим, как у нас это работает. Смотрите. Я подхожу в БКБ и вешается статус. При том, что персонаж немножко замедляется. Эта способность работает через БКБ. Это первый момент. Второй момент. Может быть использовано у иллюзий. Это Манта. Юзаем. Оп. И смотрите. Эта аура работает у иллюзии. То есть иллюзии смогут спокойно вносить вот эту тоже проблему для врагов. То есть образно мы увеличили сейчас АЛЕшку. Смотрите. То есть сейчас АЛЕшка у нас увеличена. То есть тут 350, тут 350. И в совокупности очень-очень много в этом радиусе уже. То есть, ну, вам... Понимаете, да, примерно, почему я говорил, вы увеличиваете АЛЕшку. Потому что здесь в радиусе стоит 350 одиномник. И здесь. То есть уже потенциально у вас не 350, а уже получается сколько? 700 единиц. Понимаете, надеюсь, эту тему, да? То есть для меня как бы это, ну, в понимании простенько. Не знаю. Может для некоторых ребят это будет проблемой. Но надеюсь, вы меня понимаете, ребят. Напишите в комментариях, кто понимает, о чем я говорю. Просто я иногда говорю настолько заумно, что мне кажется, даже я сам себя не понимаю. Ну, хотя, если вдумываюсь, я начинаю понимать, что я сам себя понимаю. А вы меня можете не понимать. Понимаете, да? Хорош. Следующий момент, который у нас есть. Так как это у нас пассивка и аура. Соответственно, Сильверейш вам в помощь. Сильверейш позволит сбить эту Деггин-ауру у Омника. Отключить ее просто. Развеять эту способность нельзя. Друзья, но можно немножко отключить, ребятки. Можно ее немножко отключить. Конечно же, так как это аура и пассивка, ее можно отключить. Ну, вернее, не аура, а пассивка, да? Понимаете, да? Ну и в принципе все, друзья. По этой способности более тут знать ничего не нужно. Когда вы находитесь в инвизии, вы не сможете спалиться этой аурой, что вы находитесь под ногами врага. Поэтому держите в курсе. Если там стоит Сентри, вы пропалитесь. Если Сентри нет, то, соответственно, не пропалитесь, что вы рядом. Эта аура, эта пассивка работает не так, как работает она у Таурена. То есть у Таурена эта способность будет работать через инвиз, а у Омника она не работает через инвиз. Понимаете, да? Понимаете. Поэтому, друзья, поехали на крайнюю способность на нашем персонаже. Ну и крайняя на сегодня способность это Guardian Angel. Данная способность так люто меня бесит, когда я играю каким-либо дамагером против Омника. У меня сразу такое вот прям вот аж вот горение происходит, потому что мне приходится как дамагеру всегда контрить Омника. Если у меня нету диффузиала, то, блин, это просто жесть. Просто минус драка. Играете на Войде, не законтрили Омника, проиграете драку 100%. Потому что Guardian Angel нажимается, весь дэмэдж уничтожается. Хотел сказать блокается, но не в рифму, блин. Как-то кривое какое-то слово. Данная способность позволяет заблокировать весь физический инкам урон. То есть урон, который поступает. Весь физический. При этом все персонажи в радиусе 600 единиц, крипы, герои, призванные персонажи какие-то, они подвергаются этому бафу. Баф у нас в зависимости от уровня прокачки идет дольше. То есть все персонажи под этим бафом просто неуязвимы к физической атаке. К физической атаке. При этом данная способность работает не так, как на 83. На 83 карте, если эта способность работает так, что вам просто дается там 1900 миллионов армора. И, соответственно, один удар вам вносит, и у вас отнимается один хп. Но на 85 карте так это не работает. Если на вас уже работает Guardian Angel, вы не получаете ни капельки урона с руки. Вообще ни капельки. А если вы еще и репел себе на лицо накинули, то вам вообще пофиг. Вы неуязвимы. Пока на вас не накинут диффуз. Диффузом контрится и Guardian Angel, и контрится репел. Поэтому запоминайте. Ну и что ж, давайте поближе разберемся с Guardian Angel. А то я все так прям расписал, но ничего еще по способности непонятно. Хоткей у нас G, прокачали данную способность, и смотрим, что у нас будет происходить. Омник проигрывает вот такую анимацию, и появляется такой эффект. Крутилки, щиточки, спускаются ангелы. И, конечно же, вот такой вот на нас висит. Небольшое количество времени статус, и этот статус сигнализирует о том, что вы не пробиваемые с физических атак. Обратите внимание, вот я бью на Мартретке, и дэмэдж вообще не наносится. И как только Guardian Angel закончится, и дэмэдж пошел. Соответственно, это говорит о том, что мы неуязвимы к физическим атакам. Вот такая вот у нас лютая тема. Давайте посмотрим еще раз, сможет ли у нас Тираж Блэйд всю эту контору пробить. Бьем. И не пробивает вообще, физика никак не наносится. ХП стоят на месте, Омника, оп, и пошел дэмэдж. То есть, вот такая вот тема. Очень-очень жестко. В радиусе 600 единиц все становятся неуязвимы к физическим атакам. Это очень-очень жестко. Ладно уж, давайте выкатим табличку и посмотрим по КДшкам, по монокостам. И что там, может, у нас еще добавляется? Давайте глянем. Выехала табличка, и радиус 600 единиц у нас. И с аганимом там что-то написано. Не читаем, делаем, что мы это не видим. Аганим отдельно разберем. 600 единиц в радиусе 600 единиц все становятся неуязвимы к физическим атакам. Длительность 6, 7 и 8 секунд. На ласт уровне все персонажи и крипы в радиусе 600 единиц будут неуязвимы к физическим атакам на 8 секунд. Аганимную тему не смотрите. Монокост 125, 175 и 250 маны. И перезарядка 150 секунд. Жесть. Жесть. Маленький такой монокост. 250 единиц всего, но КДшка большая. 150 секунд. Раз 150 секунд делать ваших союзников неуязвимым к физической атаке. А прикиньте, там все физики. Там все мартретки, там войды. Это же жесть. Если они дифуз не собирают, они автоматически катку проиграют. Они не внесут никакого урона. Это реально очень жестко. Ну и в принципе все. Остается у нас только аганимная тема. И небольшие фишечки. Какие? Смотрим. Во-первых, это что у нас есть? Проходит через иммунитет к заклинаниям. То есть, если персонаж, ваш союзник, находится в БКБ. Вы нажимаете кнопку, то, соответственно, он забафается. И он будет неуязвим к физическим атакам и к магическим. То есть, соответственно, делает персонажа максимально неуязвимым. Пока действует БКБ и Гуарниан Энджел. И самая интересная контора, то что в случае, если вы ультуете и там нажимается БКБ. То есть, БКБ же вы не можете задиспелить. То есть, соответственно, персонаж находится в стопроцентной неуязвимости. Но, если вы вот так вот сделаете образно. Это Репел, да? Репел и Гуарниан Энджел. То, соответственно, с него вот этим одним дифузом снимут это все. А если вы находитесь в БКБ, то ничего не снимут. Соответственно, вот такая вот микрофишка. В Гуарниан Энджел, как я уже и говорил, и Репел контрятся просто банальным диспелем. Либо дифузил, соответственно, против Омника очень офигенно заходит дифуз. Либо сатир, либо тому подобное. Это я уже говорил. Не суть. Не будем в это углубляться. И, соответственно, вы можете спокойно контрить эту тему. Можно легко развеять. И можно подобраться поближе к Аганиму. Ребятки, тут все, я думаю, понятно. Просто накидывает неуязвимость к физическим атакам на определенное количество времени раз в 150 секунд. Я думаю, вы это поняли. Следующее, что мы будем разбирать, это Аганим. И вот тут стоит присесть. Потому что сейчас будете падать. Реально. Итак, друзья, прописываем. Итем 300, это у нас Аганим. И смотрим, что поменялось. К сожалению, визуального эффекта никакого у нас не добавляется. Но, что у нас происходит с ультимейтом? Первое. Глобальное применение. Что это значит? Это значит, что если Омник ультует, то он ультует по всей карте. То есть все ваши союзники, герои, все ваши крипы, они становятся неуязвимы к физическим атакам. Это как глиф в Доте 2. Но, не забывайте, что крипы получают магический урон. Соответственно, могут, ну, их все равно убить. Это первый момент. Второй момент. Ваш ультимейт становится такой темой, которая работает на постройке. То есть все ваши постройки, они будут защищены от физических атак на определенное количество времени. То есть это, можно сказать, неуязвимость. Еще один глиф. Прикиньте, насколько это жестко. Это жестко очень-очень. И теперь смотрите. Длительность. 8, 9 и 10 секунд. 10 секунд неуязвимости к физическим атакам. Ваших союзных героев. Ваших крипов. И ваших строений. Как это контрить? Объясните мне. Если там есть октарин, рефреш, то просто 20 секунд неуязвимости. Неуязвимости построек и ваших персонажей от физических атак. Это жестко. Ребятки, это реально очень жестко. Ну и, конечно же, на практике будет у нас каточка через аганим. Как без нее, ребятки? Как без нее? Ну и, в принципе, больше никаких изменений не дает у нас аганим. Самая лютая тема это то, что работает на крипов, на постройке. На постройке это вообще жесть. У вас есть глиф, который у нас имеется вот здесь вот, который, конечно, 5 минут. На 5 секунд он дает неуязвимость. Неуязвимость товарам. Да, вот такой вот глиф. После этого вы можете нажать вот такую кнопочку. И у вас опять будет неуязвимость на товарам. Но, к сожалению, это салоби. Тут у меня убрана такая тема, что товара можно разбивать. Вот. И это реально очень круто. Даже где-то я помню видео. Это видео было из Dota 2, где Омник продает все слоты. И на последних секундах у него был аганим. Покупает рефреш. И просто 20 секунд дефит трон своей неуязвимостью. И они камбэкают и разрушают трон врага. Это реально было очень круто. Ну что ж, друзья. В принципе, я надеюсь, по этому персонажу вам все понятно. Мы разобрали сегодня все его способности. А также сейчас разберем геймплей. Я заготовил для вас несколько каточек. И надеюсь, они вам понравятся. Ребятки, спасибо большое за то, что поддерживаете. Смотрите мое творчество. Обязательно поставьте лайк за теорию. И, конечно же, поставьте лайк за практику. И напишите, какая каточка вам понравилась больше всего. Друзья, спасибо большое. Вот такой вот у нас был теоретический, как говорится, моментик. Ну и, в принципе, все. Пожелаю всем приятного просмотра, друзья. И погнали смотреть интересную практику на Омнике. Поехали. Так, ну что, ребята. Загружается у нас первая каточка. И сейчас мы сыграем в Омнике, который всех напрягает. А именно, именно напрягающий Омник. Это центральный проход мы сделаем, конечно же. Проход сделали и прогиб кинули. Поняли? И будет все у нас огонек, ребятки. Это первый момент. Второй момент. Что мы должны, конечно же, обсудить. Это то, что наш персонаж, это, в принципе, имбовый герой на 85-й карте. И этот персонаж у нас контрится, в принципе, ну, какими-то сайленсами, контролями и, конечно же, диффузиалами, ребятки. А так, в целом, герой простенький, имбовый, метовый, сильный, крепенький. Крепенький. Очень довольно-таки жестко он напрягает. И, конечно же, ну, сам по себе герой неплохой. Неплохой геройчик. И мы сейчас это вам докажем, ребятки. Я смотрю, у меня инвокер хочет пойти на мид, походу. Вокер мид хочет. Так, пиши ползу. Давайте сейчас решим, куда мы пойдем. На четверку идем мы или на двоечку. Во, идем на двоечку. Я тогда мид. Спейс, бро. Все, все. Я просто решил узнать. Много, ребят, неадекватных бывает просто. Вот так вот напишем. Опа, там контроль. Ооо, аппарат, кстати, очень сильно напрягает тем, что заблокирует наш хил. И, к сожалению, мы не сможем хилиться, ребятки. Но это временно, это временно. Можно будет кинуть репел и не получать демодж от его ультимейта. И, соответственно, тут от пуджа демоджа можно не получать. Но, так как репел это то же самое, что и БКБ, то, соответственно, все, что бьет через БКБ, будет пробивать наш репельчик. Соответственно, хук пуджа, потом некролайт сможет простанить. И дисмембер сможет нанести урон. Ой, урон сможет задизей, блядь. Урон не нанесется. И, тем самым, вот такие вот моментики. Хорошо, хорошо, ребятки. Там еще на икса взяли. Ой, тяжеленькая, походу, будет. Да, ребят, тяжеленькая. Ну, готовимся к интересной игре. По контролю, в принципе, кто у нас законтрит хорошо омник. Это какой-нибудь Леон. Сразу он сможет, если до репела, там сеточка, станчик, ману соснул, щичичить и все. И омник уже не опасен. Что я беру на центральную обычно? Вот такой вот у нас затар обычно на центральную берется. Если там будет какой-нибудь оппонент, который будет очень сильно харасить, сразу же с монетки докупаем себе щиточек и беру манго. Манго обязательно беру. Знаете почему? Чтобы можно было как-то камбэкнуть хил. В случае, если у вас маны чуть-чуть не хватает, вы раз и камбэкаете. Вич доктора еще взяли. Неплохо, неплохо. Очень тут поможет защита и от магии, от третьего его спела. Тут поможет засейвить от всяких риперов. Найкса за медло можно будет снять. Тут пуш не будет замедлять, но сможет хукануть, нанести урон. И, в принципе, ульта аппарата мы также заблочим с помощью репела. Поэтому пока что все огонь. Все огонь. А если, если соберет у нас Найкс диффуза, будет тяжело. Будет тяжело. Но диффуз по-любому. Тут грех диффуз не собрать, потому что у меня еще и Урса в команде. Если ребята не соберут диффуз, это значит их упущение. Потому что Урса тоже контрится диффузом. Второй спелл, ультимейт спокойно снимается. Так, ну что, ребят, готовимся к катке. Надеюсь, катка получится фановой. Не забывайте ставить лайки. За, блин, это труд. Очень много приходится иногда игр играть. Ребятки не хотят, не выдерживают. Ливают фэфэ, мамок трогают, папок трогают. И тем самым некомфортно становится. Не очень ребята попадаются. Не очень. Но, да ладно, да ладно. Так, пуш возможно будет хукать, да? Давайте отойдем. Сейчас будет пых-пых-пых походу. Оп, нету пых-пых-пых. Сила, кайфы. Погнали. Центральный проход в нашем распоряжении. Кто у нас идет на мид? На мид, скорее всего, пойдет пудж. С пуджом у нас проблем никаких не будет. Можно будет еще взять арбу. Арбу взять, чтобы замедлять. И, конечно же, будет весело. Но это посмотрим, это посмотрим. На миду билд у нас будет определенный, ребятки. Сейчас я вам его покажу. Так, пудж в миду, да? Пудж в миду. Можно будет взять щиток, чтобы с ним тычковаться. А именно, тычковаться как? То есть наглое тычкование, чтобы нас крипы не атаковали. И стараемся забирать всех крипчиков. У нас есть молот-молот правосудия, да? И книжечка, которую мы будем читать в случае, если нам становится плохо. Поэтому, ребятки, работаем. Оп, переласхичим пока что. Берем троечку. И с троечкой моросим пуджа этого. Он будет нас бояться. Будет нас бояться. Просто аккуратно ласхитим. Бедолага, пудж. Почти всех крипов я у него забрал. Бедненький. Ну да ладно. Первое, что сделаем, это, возможно, фазы. Посмотрим. Может и ботлик выфармим. Надо щиточек, ребятки. Щиточек сразу пришлем себе. Так, пудж уже. Второй левел апнул. Пудж. Это плохо, ребята. Это плохо. Оп, бро. А я добил. Оп, а этого не добью, потому что дед промахивается. Ну да ладно. Главное, чтобы не пудж забрал. Тоже на экспо. Оп, хорош. Не добил. Рак. Оп, добил не рак. И этого добью не рак. Ай, рак. Все. Можно чуть-чуть, кстати, поднаглеть. Вот так вот. Прогонять. Почуть его начинать. Пусть он здесь не фармит. Ему здесь нечего на пудже делать. Все, next сапожочек. И почуть кошмарим, ребятки. Не забываем, что пудж хукать умеет, ребятки. Еще не забываем эту контору. Пока фармим. Ой, сейчас он хапанет за этого крипа. Хорошо. Вот так вот чуть-чуть поддамаживаем. Вот чуть-чуть, ребятки. Он будет сейчас, возможно, хукать. Опа. Да, да. Прочитано. Возможно, будет хукать. Говорю. Но чувствуется, чувствуется. Когда пудж чуть-чуть на стороночку отходит, значит будет хукать. Берем третий. Ух, как злится. Злится, ребят. Он злится уже. Тяжело стоять ему, это видно. У него второй левел, у меня четвертый. Чуть-чуть подперелосхитили. Всего шесть крипчиков добил. Но у него сейчас вот запас экспы идет. Запас экспы идет. Так, сапожочек берешь? Или нафиг идешь? Все, хорошо. Надо чуть-чуть уже начинать нагнетать его, пацаны. По чуть-чуть. Оп, хорошо. Тычечку сюда, тычечку туда. Тычечку сюда, тычечку туда. Будешь драться. Хорошо. И отходим сразу. Прячемся за крипчиков. Стандартная игра против пуджа на миду. Стандартная. Хорошо, аккуратненько подфармливаем. Пишем SS, чтобы ребятки не переживали, что там будет какой-то браконьер. Пуджинский. У нас, в принципе, золото плывет, ребятки. Почуть, почуть копим, копим золотишко. Давайте не будем подпушить, надо деда засуицидить. Чтобы лайн сейчас не толкался, аккуратненько будем стоять все-таки. Так, пятый левел. Берем, конечно же, перификейшн. Чистый урон. Ребята, не забываем. Так, это не успею. Если тычку буду базарить. Вот так вот, еще две тычки. Хорошо. Но пуш куда-то ушел на долголетие. Бросил центральную. Не забывайте, что вы крипов тоже замедляете с пассивки. О, контроль потерял. И крипа чуть-чуть медленнее атакует. Соответственно, лайн вы все равно будете подпушивать. Поэтому отрабатывайте по крипочкам. Давайте возьмем фазы. Сейчас возьмем фазы. Почему фазы на Омнике? Быстро бегать, быстро догонять, ребятки. Фазы на Омнике и поехала. По раскачкам я стараюсь всегда замаксить 1.3. Но на восьмом левеле что-то обязательно взять. Либо ульту, либо ульту, либо взять репел на разочек. Что-то из этого. Надо брать по-любому. Хорошо. Фазики имеем. Хорошо, мы тут пул фри просто мид бросил, парень. Берем вот эту вещь. Эту вещь берем. Пуч пришел. Четвертый левел у пуджа. Погнали. Что-то он попутал. Попутал. Попутал, чувачок. Оп. Нет, я не дам тебе, дорогой. Извини. Это мне нужнее. Хорошо. Берем ботлик. Попутал пудж. И сразу же мы, сразу же мы берем инициативу в свои руки. Побежали. Не бойтесь загуливать иногда за товара. Держите расчет на то, что у вас персонаж, который может себе много захилить хитпоинтов, но и сильно тоже не танчите. Сильно прям, прям, ну вот. Надо чувствовать. Просто надо чувствовать этого героя. Так, берем перификацион 4 и двигаемся. О, здорово. Здорово. Ай-яй-яй. Делаю вид, что я дурачок. Ой-ой-ой. А вот тут сейчас бы мне подошел какой-нибудь бы хилочек. Под замедлом плюс пудж. Ну такое себе, такое себе. Опен ван-ды кинул. Надо было сразу дамажить его, но мне фраг нужен был. Ладно, мы все равно в плюсе. Наверное. Я не знаю. Ну такое себе, такое себе. Ну. Не очень, да? Убиваю Найкса под хук. Под фулл замедло. 70% никак там не выжить. И не захилиться. А ульта была бы, выжил бы. Ульта была бы, выжил бы. Не было бы третий, не забрал бы тут пуджа. Пришлось бы дальше дайвить. Вот и все. Так что, ребята. Что бы вы ни делали в доте, все это будет всегда под оглаской. Го вот этого пацана. Стрик забирать с него. Побежали, побежали, побежали. Быстренько, быстренько, быстренько. Оп. А это же Омник, ребятки. Не забывайте. Быстренько раз, забежали и все. Оп. И все. И стричок наш. Стричок, старичок. Все. И берем ульту, ребят. Ульта нужна. Ульту берем. Я чувствую, что мне нужен будет ульт. Если бы я... Опа. Смотрите там, какой сладенький пудж. Что, дикий? А это же Омник с фейзами. Это дикая вещь. Ух ты, какой агрессивный. Смотрите, какой парнишка. Агрессивный парнишка. Агрессивный парнишка. Так, косарик у нас есть. Я обычно закупаю в зависимости от оппонентов и раскачиваю в зависимости от оппонентов. Ребятки, поэтому... Поэтому. Что нам нужно тут тарить? Во-первых, я себе куплю куру. Во-вторых, стик. И тпшечку надо иметь. И тпшечку. Стик и тпшечку. Что мы должны тут сделать? Смотрите, либо еул тарим. Либо... Даггер. Тарисари тычкует. Знаете, что надо сделать? Стрейф быстрый. Быстрый стрейф. Подхил. Ну, две... Три склянки в меня просто влетели. Извините, тут никак. Сюда вот так сделаем. Три склянки влетело сразу, парни. Что, что такое-то? За невезение. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот такой стрейф. Оп, подхил. И отходим. Все, найс. Захиливаем тут. Тики только будут наносить урон. Поэтому мы перебиваем эти тики. И хорошо. Давайте обманем его. Так вот сделаем. Обманим его. Получится у нас обмануть. Не то вардов у него. Получится обмануть. Не получится обмануть его. Интересно, где он. Давайте, если он тут стоит, мы его сейчас задушим. Не получилось обмануть. Поэтому быстренько зафармиваем и уходим. Хорошо. Хорошо. Так. Инвиз. Я рекомендую сам себе сбегать сейчас на топ. Под такой хорошей руной. Сам себе рекомендую сбегать на топ. Под инвизом. Жесть. Там столько фарма теряется. Ребята, фидят, да? Немножко в команде. Ну, ничего страшного. Так. Найкс. Хорошо. Давайте пробежим сюда. Вдруг не кролай где-то будет стоять. Он, скорее всего, под тавр зайдет. Будет под тавром стоять. Так. Тут нету его. Пока стоим афкшем. Побьем немного крипчиков. Во. Все. Найс. Нашли. Нашли, пацана. Гоу, драться, дядя. Оп. Хорошо. Это мой крипочек. Найс. Щиточек продадим, ребятки. Щиточек продадим. Можно пройду, Огр? Спасибо, дорогой. Так. И тпшечка имеется у нас. Вд на меду. Вд на меду. Можно Вдшку принять. Сколько там? Там 700 хп. Глиммер. Ребятки, глиммер. Попробовать сейчас каски, наверное, кинуть. Оп. 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 Мокса. Очень много Маледикт наносит. Очень много. Так. Хильнемся. А ульта аппарата летит. Хорошо. Отходим. Отходим. Немного просадили меня по хп. Сейчас очень будет хорошо сделать себе... Сделать себе даггер. Так. Ну, Мангус, наверное, в пуле. Мангус все-таки мне не пригодился. Не пригодился. А Мангусик это... Хорошая вещь, ребят. Кстати, Рудге идет. Рудге. У меня нету репела пока что. Нету. Но вы не забывайте, если вы чувствуете, что вам нужен репел, он вам может в какой-то момент помочь. Прокачивайте всегда. Аппарат Юл делает. Это хорошо. Аппарат неопытный, значит. Самый лучший аппарат это всегда аппарат через Атос. Транквило Атос. Вот. Ненавижу этого аппарата. Просто невозможно против него играть. Так, дагерочек, ребятки, надо. Дагерочек, дагерочек. И работаем. Хорошо. Пока что крепимся. Почуть-почуть нафармим. На топе суета готовится. Пришел Нойкс. Оп, хорошо. КПшки подслили Нойкса. Эх, восстановил ХП. Вот Санстрайк там прилетел. Надо было драться, но я мыслю наперед. Потому что я знаю, что ульта аппарата по-любому может прилететь. А это уже как бы не есть хорошо. Ульта аппарата это... Почти что смерть. Вот так сделаем. Все равно мана бесплатная. Мана бесплатная. Найкса надо пару разочков убить. Так, у меня уже почти дагер есть. И поговорим. С Найксом. Наконец-то я репельчик сейчас возьму. О, хорошо. Есть. И надо дасты купить. Топорик выкинем, дасты купим сейчас, ребятки. Кура у меня открыта, надо закрыть ее. Хорошо. Ля, там сколько народу, да? Гоу, полетели. Полетели. Лучше вот этого пацана туршануть. Ну так, сделаем. Ух ты. Это плохо. Потерянная драка. Но репел только сейчас откатился. Репел только сейчас откатился. Даблкил у нас в команде все равно мы сделали. Урсы, к сожалению, я ничем не помог. Когда я был, бро. А ультом я не попал по нему, но его магией завалили там. Ультом завалили. Молодцы, ребята, делаю эту позицию. Что next соберем? Я думаю, попробуем в радиенс, но не факт. На 11 левеле я сейчас качнул репел в двойку. У меня 8 секунд неувязываемости к магии. Это хорошо. Если честно, я потерялся, кого фокусить? Тот в инвиз уйдет, тот может похилить, тот плотненький. Давайте вот так вот сделаем. Мы погнали. Все. Сейчас вот этого пацана надо нагнуть. Я заберу, заберу. Все. Заберу урон. Хорошо. Вот так делаю. А сам справится, по идее, да? Хорошо. Так, экспубы не стелить, го. Берешь, помогу взять. Помогу взять, если предоставляет такую возможность. Почему нет, го. А, не, 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 ушли. Ушли уже. Надо в лес бегать. Ну, такая суета, да? Ну, я не фармлю сейчас, это плохо. Лесочек надо бы. Лесочек бы надо. Можно, брат, кину, пожалуйста. Ух ты, блин. Ну, ладно. Тут разменяем Оегу. Этих сейчас убьем все равно. Да, дай. Господи, как же ж они... Еще и Путш тут. Да все тут они. Жесть. Жесть. Пять в Миду. Ну, извините, нет МХ знать, что пять в Миду. И так и не добил я этого ВД. Все в Миду стоят, помогают. Ну, жалко, жалко, конечно. Жалко. Жалко. 4-4-4-4-4, ребятки. Но это плохо. Это плохо, ребятки. Ну, ладно, ребята фармят. Ребята фармят. Давайте тоже, наверное, тогда пофармим, потому что что-то сейчас с Аегисом как-то... Ну, меня все, дали некому помочь даже. Огр фармит у нас, если бы Вивер хотя бы чуть активнее играл. Но ВД я уже поинт бустер купил. Это плохо. Это плохо, ребят. Еще будет тяжело забирать. И Путш ходит тоже. Вроде, знаете, они ходят, типа, ну, АФКшат, но на самом деле что-то делают. Во. Вивер поможет мне. Давай затушим. Вот этого. Хорошо. Вопросы, брат. Вопросы, брат. Опа, репельчик имеем. Можно похилиться. Вот так делаем. И можно еще похилиться. Хорошо. Там Путш еще стоит. А, все. Найс. Ну, пойдет. По красоте. Не буду ничего писать, Вич Доктор. Тут все и так понятно. Все и так понятно. Вот с Вивером сделали суету. Так, репел я замаксил. Отлично. Репел замакшенный. Не хочет крипов заходить, да? Я бы хильнул. Эх, ничего забрать не могу. Ладно, не буду тогда хилить. Ну, засейвил, живешь. Бей, бей, бей. Хорошо. И его репел там полностью засейвит. Ультаппарат не так долго идет. Чтобы не засейвить. Хорошо. Огр молодец, активный. Мне нравится, что он в активе играет, Огр. Помогает, почуть. Так, и... Ну, попробуем в радик, ребятки. Ну, уже времени много. На Икс фармить тяжело будет. Потащить у нас, но инвокер тоже фармит. Не знаю. Посмотрим, посмотрим по этой катке. Ну, интересно, интересно. Будет прям, я чувствую, что... Будет интересное. По криппингу я вроде не сильно отстаю. По криппингу. Так, кто там у нас на Миду Некр, да? С куджом. Ай, туши его с руки. Ой, кусается, ты посмотри. Хорош. Ой, ульт-аппарата прям в меня. Прям в меня, ульт-аппарата. О, го, аппарата. Хорошо. Хорошо. Криппинчики, погнали. Жалко, тп нету. Похилим своего союзничка. Хорошую драку провели, да, ребят? Вот это бы таракана. Иду. Гоу его. А то он много пишет. Много пишет такой, знаете, крутой. Сидит через такой на троне на золотом. Крутой. Да, но у него телепорт есть, кстати. У него тп есть. У него есть тп. Будешь юзать тп? А я поэтому и не хотел идти. Сейчас что-нибудь по-любому напишет. Ничего, отсосал. Типа, знаете. По-любому что-нибудь должен написать. Так, у меня 3к есть, ребятки. На топ тп надо делать, парни. Срочно. Ой, Огурт тп делает на топ. Сколько кт даст-то там? Лол. Ну, по-любому, я же говорил, что-то напишет. Такой, знаете, паренек на клавиатуре. Парнишка на клаве называется. На клавиатуре паренек. Хорошо, Энджела докачали. Круто было бы, если бы мне кто-то запулил аганим. Кто-то шел, не смотрел. И кто там идет? Ага, пацаны решили ганга эти сделать. Так, ну, нету, нету. Нету у меня тут руны. Руну я прогулял свою. На топе руны тоже нету. На топе руны тоже нету. Не будем отводить. Худж, наверное, сюда на дагере будет прыгать сейчас. Да, прыгнул сюда на дагере. Тут три героя просто. Тут сто процентов встает. Три героя. С майнвока нападать, скорее всего, будет. Да, успел нажать. Есть яд. Ну, я знаешь, сам там стоит. Мамхак работает, ребятки. Как говорится. Брат, ну мне на сакрыт, дорогой. Надо всех крипов. И мид гоу. Миду еще крипчики. Хорош, ребята, там тушат. Вот это я понимаю, команда. И фармишь, и все делаешь. Вообще пушка. И фармишь, и все по кайфу. Ребятки, Радик уже не за горами. Ну, поздноватый, выходит поздноватый. Немного мидера не загнобили так, как должны были. Он просто бросил мид. Но, тем не менее, мид выигран. Роумы тоже отыграны. И оппозиция есть в этой катке. Самое интересное, это то, что есть оппозиция. Это значит, что? Это значит, катка будет интересной, ребята. Аганим там тарит у нас паренек на ВДшке. Мне ману надо отпить, чтобы нападать на него. Но он уходит, да. Ну, пойдем. Радик уже не за горами. Будем репелиться и бегать тушить. Будем уже максимально агрессивно играть. Потому что с такими кнопками. Так, дядь. Давай побегаем чуть-чуть. Да, не, не буду бегать. Давайте лучше фарманем. Чуть остается у нас. Чуть остается. Лучше фармануть. Он все равно на ТП сейчас уйдет. Потому что он в магазик побежал за телепортом уже. Чуть у нас остается. Поэтому, ребята, давайте быстренько. Пул фарм режим. Пул фарм режим подразумевает то, что вы просто по КД выхиливаетесь быстренько. Тык-тык того слили, этого слили. Полностью все ресурсы тратите на то, чтобы как можно быстрее поднять заветное число золота. И это очень импактная стратегия. Импактная. Ну, понимаете, да, почему? То есть вы полностью выкладываетесь на криппинг, на фарм. И у вас все отлично выходит. Хорошо. Надеюсь, поняли, дорогие. Сейчас уже радик будет. Радик будет, уже все будем тошнить. Пацанов, тошнить будет люто. Штормить, тошнить. Все, добиваем этих крипчиков. На базу. И ломаем. Да, гуиде. Гуиде, а что же еще? Дасты надо, дасты есть. Все, отлично. Let's go. Давайте оставим стики тут. Полетим на топ, все равно. Стики оставим, на топ, полетим. Все, я готов. Вич доктора, сейчас будем ковырять. И погнали, сейчас будет омник у нас, который. Кошмарит. Кто на миду? Найкс, найкс, что купил? Не купил, дайгер армлет. Хорошо, хорошо, дайгер армлет. Так, осмотрите, они на мид собираются. Дайте стики, тогда перенесем. Сюда. Или лучше, не, все равно на топ, на топ, на топ. Пойдем. На топе, быстренько толкнем лайн. Толкнем быстренько лайн на топе. Все, радик есть, погнали. Там урса начинает. Кровожадный медведь. Монстр Тимокса. Не Токса, а Тимокс. Так, урсу угомонили, да таки? Хорошо. Погнали. Погнали, аккуратненько добежим. Как раз пока бежим, тут запилим всех. ТПЛ есть, можно моросить. ТПЛ есть, можно моросить. Так, где вы, где вы, где вы, дядя? Опа, в БМ. Кнопочку нажал. Вот это вот туда, а этого туда же. Да ты шо? Да он жирный же есть. Хорошо. И на низ побежали. Ну, такое себе. Чисто, не знаю, я думал он с хилатом умрет. Он жирный, жесть. Вишь, доктор. Молодец, сильно играет. Так, что next'ом собираем? Next'ом, скорее всего, мы сейчас соберем себе что-то типа с кайди. И чтобы просто уничтожать. Но лучше линку сделать. Давайте линку сделаем. Чтобы има нам была. И путь не кусался. И риперы кайтить. И риперы кайтить. Давайте сделаем так. Погнали, по лесу пробежимся. Не забывайте, что у нас радиенс. Первая катка это омник. У нас стандартный радиенсовый. Стандартный радиенсовый омник. Обычно этого омника вообще в МС собирают, в АС. За медло такое, знаете, чтобы можно было моросить прям люто. Ну, так, в принципе, и собираюсь. Сейчас линку надо будет сделать. Без линки тут никуда, ребят. Потому что и мана нужна будет. Сам по себе линка must have. Так, и надо дасты бы взять. Вот так сделаем. Дасты от Венчдоктора. Нужная вещь. Отпиваемся. Софармливаем здесь, отпиваемся. И работаем. Хорошо. На топе суета, походу, да? Хорошо. Ребята тушат. Ребята тушат уже. Хорошо. Акидасты возьмем, полетели на топ? Дасты, полетели. Что-то, ребята, там такая драка вроде затянутая, да? Ну, там проиграли драку. Там, ну, ВД, ВД полторы тысячи хп, не знаю, потянули. Но близко к товарам они. Близко к товарам, поэтому переждать надо будет. Подальше пусть выйдут, кто выйдет там. Ладно, понял. Этим, блин, орбу щас купим. Хотя, не знаю. Даже не знаю, что сейчас получше быть. Я бы вообще делал бы MS Build какой-то. ВД на низ ушел. MS Build какой-то делал бы сейчас. MS Build отдельно еще будет катка. Поэтому в этой катке немножко по-другому сыграем. ТП, ККД. К сожалению. К сожалению, ТП, КД. С командой надо. Ребятки, разочек, разочек с командой. По красоте сделать. По красоте. По красоте надо. Аппаратик 700 хп. Пойдем аппарата запинаем. И уйдем на телепорт если что. Та-та-та. Поехала. Раз. Два. Дядя, не надо, дядя. Оп, принимаем этот дэмэдж. Принимаем этот дэмэдж. Тут хиляемся. Сейчас на руну зайдем еще. Руна-то есть. Хаста, неплохая руна, ребят. Так, у меня 4000 уже тем временем. 4000. 4000. Кура моя висит, просто кайфует. Стики. Стики-то нужная вещь. Согласитесь. Можно было вообще манту собрать. Отбежим. Хорош. Красава, бро. Вот это я понимаю. Сзади спелим. Лакер. Лакер говорит, все рассчитано, дядя. Ты что там плачешь? Не плакай, сладенький. Плакает сидит. Плакает. Так, у нас почти есть линка. Поясняю, почему тут линка. Рипперы всякие, вот эта всякая шлаковая культура. Ага, там еще аппаратик. Сейчас сделаем. Линка. Ой-ой-ой, я репел, ему кинул. Уф. Дэмэджа нету, отблинковались. Я репел, ему случайно кинул. Ля-а-а. Вот я до униона. Жесть. Сори, я случайно. Рядом со мной стоял. Я ему кинул случайно. Вот даю. Давай тушить эту жирную свинью. Хорош. Линка есть, можно поесть. Почему он на меня рипера не дал на некре? Не понимаю. Так, линка есть. Все, дальше кинь кемесы. Там она будет, все будет, пацаны. Вот это я, конечно, даванул, пацаны. Жесть. Ужастик какой-то. Вообще страшно, вырубай. Зачем так доту играешь? Так, пойдет. Что там у нас по фрагам? У меня 20-й левел, е-мое. Так, хорошо. Работаем. Урсы будем помогать сейчас Урсе. Немножко. Почуть. Линка даггер. Имеется. Да, вот сюда пойдем. Вообще, надо, знаете, что агрессивные варды поставить. Через агрессию варды можно тушить. Много-много броев тут. Так, отойду. Но Урса живет. Будем подсейвливать. Ребятки, гоу. Иду-иду, брат. Вот это плохо уже. Я отдал репел смертнику своему. А сейчас могу умереть сам. Оп, погнала, ребятки. А вот с радиенцем. А это вот с руки. Руки. Ну. О, можно на вставочку дальше. Оп. Не, ну это на вставочку. Четко. Омник. Просто выносит. Жестко. Да, бро, умник. С кдшкой бегает, дорогой. Вот это на вставочку, я понимаю. Того с радиенца. Все рассчитано просто до мельчайших моментов, ребята. Все просто до мельчайших моментов. Чего побьем чуть-чуть, да. Сейчас возьмем, значит, манту, скорее всего. Давайте манту. Все, манта уже есть. Отлично. Минус мид. Найс. Манта прям вот четко появляется уже. И скади. Манта скади. Скади остается. Будем замедлять и тошнит их будет очень сильно. Хорошо. Манта на эмэсы. А, диспеллы. С радиком так вообще кайф. С радиком так вообще кайф. Найс. Так, маента. Маента. Огр молодец оставил. Вы видели еще? Блин. С такими игроками по кайфу играть. Я надеюсь, вам такой контент, ребята, заходит. Гайды всегда ценились на моем канале. Гайды это качество. Гайды это контент. Гайды это ксеназус. Ребятки. Вот и все. Кстати, репел, по-моему, снимается мантой, насколько я знаю. Насколько я знаю, репел, по-моему, снимается мантой. Сейчас я вот этого пацана запинаю. Так, вот тут вот такой выставляем кружочек. Давайте проверим. По-моему, снимается мантой. Да, снимается мантой, точно. Помню. Хотя бы что-то помню. Надо добавить еще будет в теорию. Потому что вот этот момент все просто не уследишь. Снимается мантой репел. Поэтому, ребятки, держите в курсе. Там кушают омника вкусны. Так что держите в курсе, ребятки, что манта может вам подруги. Так, хаста внизу. Что за хастой? Пуш, такой мразот Нил. Пуш правильно делает игру вам, пацаны. Так, детекшена нету. Погнали на топ. Манта работает, ребятки. Что, ребята, готовятся оппоненты к врыву какому-нибудь. По-любому. Я вам отвечаю. Сейчас группируются. Но там я ультану. Демеджер никто не получит. Мне главное четко попасть в ОВЕшку. Потому что 600 единиц это очень мало. Маленькая ОВЕшечка. Так, пойдем стики продаем. Берем половину скади. Половина скаду и есть. Отлично, бей. Продушить. Пичдоктор БКБ делает. Но я башер вот здесь соберу гастраденца. Гастраденцам так и не помошнили никого. Мож, не мож, не. Не получилось, ребят, к сожалению. Жалко, что репел еще и позитивы снимает. Урса там бесится. Урса бесится, соло прыгает. Так, топ сломал ее, да? Аппарат до сих пор ничего нет по слотам. Аппарат братулец, собирай всегда. Атосик, атосик. И поехала. Так, ну тогда у нас есть много времени на фармскаде, да? Правильно. Опа, без арм там. МКБшка делать что ли? Иду, помогу угру. Могу угру чуть-чуть. Крой, держись. Только снял с него кнопку. Печалька. Вот так сделаю. Привет. А у меня линка, дорогой, мне все равно. Я тебя с руки уничтожу сейчас. Погнали тушить. Тушим. Ах ты, не добил. Прикинь, хильнулся из-за этого. Из-за этого не забрал его. Да ты шо на найкс. Айш на развороте твоего аппарата. Чпек, ну брат. На развороте. Как обидно, что, блин, некро не добил. Вообще, обида, обида. Оп, давай, дядь, до свидания. О, хорош, подсейв ему отдал. Хорош. Найс. Эй, тебя тоже надо догнать, дядь. Ну да, ГРКД. Эх, стой. Браконьер. Ты там живой еще. Ага, понял. Не надо, дядя. Блин, это такой кринж. Да в таверну, бро, уже нырни, ё-моё. Жесть. Просто, что за дота? Что за кайты? Что за мансы? Ужастик какой-то. Я так даже не тащил, наверное. Так даже я-то не тащил, наверное. Жесть. Типа, как я тащу. Вот это, блин, конечно, уровень. Вот это у меня уровень, конечно. Лучше, чем Вич Доктор играю, который у меня в катке. Вообще, жесть. Знаете, ошибка в чем Вич Доктор? Он сейчас подсейв дал Найксу. И тем самым себя очень сильно подставляет. И поэтому тяжело. Так, ребятки, с кайди есть. Жалко, что там некро не добил, конечно. Очень обидно. Но Марасим, Марасим, кайти. Мы еще не забываем, что Репел у нас снимает с Амантой. Репел у нас снимает с Амантой. Не забываем про этот момент. И двигаемся. И все. Там Диффуз так и не додумались еще собрать. И хорошо, и хорошо. Но после гайда начнут, конечно, понимать, что нужно собирать. На самом деле против Омника. Ну, как хорошо, что на моих стримах все знают, как контрить Омника. Вот за это респект, ребятки. В пабе никто не знает, как контрить Омника. А вот на стримах молодцы. На стримах умеют ребята работать. Так, у меня остаются шарды. Так, Рудге идет. Давай, иди сюда, брат. На месте будет стоять всю игру. Смотрите на него просто. Я убираю руки с клавиатуры и просто путь стоит на месте. Братулец. Так, не будем ультовать. Хорошо. Я подхилю. Опа, некор там шел еще. Хорошо. О, чекаем на наличие Диффузов. Не имеются. Отлично. Не имеются. Гоу, попробуем. Ушануть. Хорошо. И погнали. Мара-си. 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 Надо будет ультанем. Да, надо ультовать, походу. Вот. Хорошо. И его туда же. Смотрите, на месте стоит братулец. Ну ладно, давай добью. О, Рипера дает. Че, это опять на вставочку, что ли? Да ладно вам, ребята. Ну вы че меня так балуете? Прям в этой катке прям вынос мозга им. Жесть. Вот это омник, который выносит с руки просто. Скади и поехала. На месте все стоят. Ничего не сделают, ребята. Погнали сюда. Там у меня иллюзии просто убивали на иксах, короче, стояли. Иллюзии заранее, кстати, на замедло накидывать. Нормальная тема, ребятки. Одобряю. 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 Майксу я вчит собираю. Сложно, наверное, купить. Блин, диффуз. Так, ри, эээ, уйри. Есть шар, шардик докупаем. Смотрим, что как меняется. Ребятам, напомним, что нужно покупать. Так, ну и что, пойдем. Ластовую драку, наверное, проведем, да, ребятки? С фулл айтемами. Но, жалко, башер сюда не запихнули. Но с таким билдом тоже нормально. Подрадиенс. Погнали. Погнали. Порошен. Погнали. Погнали. Молодец. Вот так вот сделаем. Все, бешеный молоток. Смотрите. Жалко, конечно, я буду... Буду... Замедлен. Скину с себя. Бладласт и всю эту тему Погнали к ребятам сюда Сейчас затушим Хорошо Опа, пошли Давай, дядя Так, у меня нету, кстати Никакого, никакой хелпы От Вичдоктора на данном моменте Вот мы Хапанули же есть Вд просто с ульты вынес Го Бедный путь сейчас с руки просто уничтожил Опа, замедло Ой, не замедло, отдал под сейв Раз, два, три Четыре, делай это упражнение каждый день Спина болеть не будет, бро Ой, она путь с хоками не убивает Да, можно вот так вот сделать Подходим, вот так делаем Хорошо Оп, готов Бро Тай побью чуть-чуть У ультаппарата летит Я могу, кстати, умереть Ну, гг Умер не я Умер вивер Так Оп, такое делаем Хорошо Узра сейчас погибнет, да? Жесть, трон голый Ребята, депайте Не хотят Ну да ладно Вот такая у нас, ребятки Первая катка получилась В Омнике Через всякое вот такое вот Замедло На душнилу Катка получилась вроде Интересная Надеюсь, она вам понравится Ну и, конечно же, по традиции Попрошу вас написать Какая из каток вам понравилась Но я это буду каждую игру Говорить в целом Поехали, некстовую Я не умер Итак, ребята Начинается у нас Вторая катка И вторая катка У нас будет Немного своеобразная Я, как обычно Забыл включить запись И, к сожалению До девятнадцатой минуты Катка Будет вот В таком вот режиме Потому что катка Была в целом Интересной И она, в принципе Получилась так Как надо Отсопорчивать на Омнике Эта катка На четвертой позиции Соответственно Сейчас вам расскажу Что мы и как будем делать И как мы будем добиваться успеха А потом в целом Перейдем уже плавно в геймплей И плавно дотечем До конца этой игры В целом Катка у нас будет На Омнике Очень простенько Омник саппорт Конечно же Я взял Куру для своей команды Так как я являюсь саппортом И пошел на лайн Конечно же С Мартрэдочкой Мартрэдочке Будем стараться помогать Будем ее Немного Подсопорчивать Ну и стараться Будем еще отводить Немного лайн Вот здесь вот Подфармливая попутно Вот вот эти вот кемпики Ну и в целом На ТП сейвах Помогать всей команде Помогать союзникам И как-то будем Всю вот эту контору Вертеть В целом у нас По пикам получилось так У нас тут есть Лего У нас есть Некр Есть Зевсик Есть конечно же Мартрэдочка Рядом с которой Мы будем постоянно скакать На саппортинг Я взял вот такую Вот конечно же Конторку Чтобы можно было Подхиливаться Восстановить в случае чего Ману И тому подобное У нас там что-то Некр немножко по АФК встал Да Стоит на базе Стоит на базе Некр Че-то наверное АФК шить Если честно На ТОПе Когда вот я увидел Что Легион будет стоять Мне стало не по себе Потому что Легион Будет подфармливать Вот здесь вот этот кемп И я не смогу отводить Так Ну ладно Крипы у нас уже Идут по раскачкам Я также буду говорить Что у нас будет тут происходить Мидеру Оставляем мы монеточку И идем на свой Лайн На свой лайн Раскачиваем мы конечно же Нашего героя так Хил Репейл И пассивочку на раз возьмем Конечно же Чтобы можно было Немножко напрягать оппонентов И тушить Посмотрим что у нас По лайнингу здесь будет По лайнингу Что у нас имеется И будем аккуратненько Подсапорчивать Мартредки Я буду все эти действия Комментировать И так сказать Такой вот у нас Получится моментик Окей Так Урса И у нас тут еще Помню насколько Леорик здесь будет Но с Урсой В принципе тут все понятно Оставляем Мартредку На фулл фри На фулл фри На эксп А сами идем на отвод Отводим Крипчиков Отводим Получаем здесь дэмэдж Чтобы специально Крипчики у нас загорлись И пытаемся что-то Хотя бы добивать Пока Мартредка там стоит И потеет Можно ничего не добивать Можно в принципе Довануть на эксп И самое главное Это успеть Вот этих ребяток Тоже отвезти Я сейчас побегу Отводить этих ребяток Попутно Попутно Как говорится Получая экспус Этих кемпов Экспапа чуть ползет Оп Получаем дэмэдж Получаем дэмэдж Топорик засчитывается И как говорится Отвожу Но к сожалению Здесь приходят Два вражеских керри Приходится отступить Немножко И выйти на лайн Ну вот здесь Немного неудобно Пацанам будет Приходим к Мартредке И стараемся Как-то Немножко Рядом с Мартредкой Подзабирать Ее экспириенс Потому что Меня выгнали С кемпов И будем тут Аккуратненько Двигаться Будем пытаться Сейчас ласхитить Крипчиков Для того чтобы Как говорится Помешать врагам По экспица И попутно Будем пытаться Разминать врагов Как мы сейчас В принципе это делаем Леорику пару тычек дали Попытаемся сейчас Тут крипа добить Не успеваем Не добиваем К сожалению Не получается Давайте сделаем Вот наверное Вот так Не автокамеру Не будем ставить Это подумаешь Меха Меха Хорошо Пока что стандартный Лайнинг Ждем пока Крипчики у нас Реснутся В отводике И будет все Огонек Просто бегаем Мансим Пытаемся добивать Смотрим по карте Вдруг кому-то Нужна будет помощь На телепорты И пытаемся Моросить Моросить Врагам Не давать фарма И помогать Своей Мартредке К сожалению В этой катке У Мартредки лагало И вы поймете Что тут было не так Под тавером Стараемся Тоже помогать Мартредке добивать Либо Либо добиваем То что Мартредка Не смогла бы То есть образно Вот этого крипа Я добиваю Четко добиваю Потому что Мартредка Не успела добить С руки Но могла кинуть Даггер Но он Даггер Почему-то не кидает Он пишет Что у него Понг 140 Поэтому как бы Проблематично Так Крипы здесь уже Реснулись Но я выхожу на лайн Немного Хочется Подразмять этого Урсу Нападаем на Урсу Я принимаю весь дэмэш Мартредка уходит Не дерется И я тут ухожу Успеваю кинуть хил Фух Мне очень сильно повезло И Мартредка Начинает принимать Весь дэмэдж К сожалению Маны на первый У меня пока что нету Но маны набралась уже Нет Была мана Получается там 120 Монокос всего И меньше И к сожалению Мартредка у нас отъезжает У нее большой понг Поэтому я остаюсь Пока на линии 1 Давайте двигаться дальше Будем пытаться ластхитить Опа 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 Отходим Ластхитим Крипчиков Не получается пока что Сейчас бы топорик Но топорик Саппорта берется В редких случаях Когда вы либо хотите Что-то срубить Чтобы отводить Либо еще что-то поделать Пока что ластхитим Мартредка у нас в таверне И вообще Она что-то пока встала В ФК немножко Не знаю Воспомняем ману И аккуратненько ластхитим Переагриваем Крипчиков Переагриваем Переагриваем Ребятки Напоминаю Это катка в саппортинге В саппортинге Омник саппорт Омник саппорт И конечно же Двигаемся Двигаемся Так-так-так Надо аккуратненько Добить этого крипа Оп Найс Добиваем Хорошо Хорошо Получаем немного демеджа Мартредка до сих пор Стоит в ФК К сожалению Подхиливаемся Сейчас возьмем в курочку Несколько артефактов Но к сожалению Пока что Кура улетела Смотрите Расскажу вам такую тему Омник Омник Это такой персонаж Которому можно собрать Также еще и соль ринг Но если у вас есть золото На аркану Лучше купить сразу аркану То есть образно Я сейчас стою фармлю И у меня будет золото на аркану Я прикуплю аркану Я не буду тратиться на соль ринг Не буду Тут подхилимся Чисто на агрессии Чтоб забрать крипа Но не нужно было Тут хилиться Надо было кату хилять Кату хиляться И затушивать Хочется очень сильно Взять себе курьера Наверное что-то принести На умники Но у меня Мартретка Почему-то Пока что АФК Тащу себе курьера Взял себе Немножко Артефактов Сейчас это все Принесется У меня соберется стик Будет мана Будет сапожочек И будем продолжать Двигаться дальше Это хорошо Пока что Стараемся подлосхищивать На самом деле Очень хорошо Что Мартретка Начала лагать Потому что я сейчас Выформлю себе Спокойно аркану Аркану И будет все Офигенно Но Если бы была Мартретка на лайне Я бы спокойно Отпулил бы вот этот Кэмп И вот этот Это все тоже В принципе Очень даже Неплохо Очень даже Неплохо Так Хорошо Фармим Фармим дальше Манси Отошел у нас Немного Леорик Куда-то Не знаю Где сейчас Леорик находится Ну да ладно Вот такой вот у нас Билд пока в сапе Получается Ребятки Пока что На пятой минутке Эх вот этого Крипа добить Добиваю Хорошо пролосхитил И этого добиваем Отлично По раскачкам Ребятки Ауру я взял В единичку Репел В единичку И хил В три Три единицы То есть хил у нас Сейчас на максимум Хил на максимум И на шестом левеле Что мы возьмем На шестом левеле Я возьму Ультимейт Поясняю почему Ультимейт Лучше взять На саппорте Когда вы играете На мидере Вы всегда Раскачиваете 1-3 Ну в редких случаях Исходя из лайна Вы Качаете Репел На единичку А на саппорте Я рекомендую Настоятельно Качнуть и репел Максить хил И конечно же На шестом уровне Качнуть Ультимейт Почему? Для того Что у вас Была бы возможность Засейвить Вашего союзника Максимально хорошо У саппорта Как вы знаете Экспай идет Очень-очень Медленно Поэтому ребятки Вот такая тема Мартретка Не хочет здесь прыгнуть Бегает Что-то прыгает Мартретка должна прыгать Здесь убивать К сожалению Не получается У нее что-то Опа прыгает Я подхиливаю Хорошо У репел Успеваю накинуть И бежит у нас Мартретка Пытается О Зев забирает Отлично И тп Что Зев еще будет помогать Пытаюсь Пытаюсь Проблочить Леорика Подхожу Получаю стан И Мартретка Должна кидать Даггер Уже 100% Есть даггер И кидает И забирает Красава На Зевсе Отлично Здесь в этом моменте Отыграл И этим моментом Я получаю себе Аркану А это очень хороший результат Шестая минута На четверке Брать Аркану Это очень годно Можно оставить Сейчас немножко Мартретку пофармить Оставить пофармить Я тут решаю Забрать несколько Крипочков Потому что Не понимаю Лагает он Или не лагает Заберу Немножко крипчиков И пойду дальше гулять Эх Не получается Ласхитить у Хинайзиса К сожалению Но такой вот он Зла не помнит Зла не помнит Сейчас заберу Кату хилом И ухожу Но это крысиный поступок Желательно не делайте Так, ребят Но в принципе Для саппортинга пойдет Так, на Мартретку Тут нападают Я показываю Что у меня КД первого спела Если Мартретка прыгает Можно разминать У меня все есть В принципе Мартретка не хочет прыгать Там у Урса Пятый левел Тяжело Тяжело Урсу будет убивать Ну что он сам по себе Так ТП 6 на мид Подсейвить своего Мидера Четко тут прилетаю Ну там ХП У него конечно же Не сильно так мало было Чтобы умереть от крипов Но тем не менее Я прилетел Поставил сюда вардик Вардик Для мидера И пока мидер ушел Я воспользуюсь этим спейсом И немного подфармлю И немного, ребятки Подфармлю На последующие артефакты Так как там есть инвокер Я решаюсь взять себе Юл Чтобы выживать Плюс там еще есть Котл Который Тоже будет носить Очень много Неприятных моментов Так, на руну мы пробежали Все у нас хорошо Здесь у нас сейчас будет Мощное противостояние Саппорта четверки Против Жесткого И опасного Инвокера Мидера Я буду пытаться здесь Аккуратненько подфармливать По раскачкам По раскачкам Я, конечно же, беру сейчас Репел Репел у нас получается В 2 единицы Хил в 4 В единицу Аура И, конечно же, в единицу У нас Будет еще И Ультимейт Чтобы было максимально Много импакта Подфармливаем Юзаем Юзаем Аркану На топ я пока не смотрю Топ уже сломали Я мог бы тп Туда, но мы бы просто Там стояли Поэтому я лучше Воспользуюсь этой темой Немного про эксплис Про эксплис Пофармлю И пришел он зачем-то Здесь Некролайт Не знаю, зачем он здесь нужен Но не суть Сейчас Некролайт Скорее всего уйдет И мы продолжим фармить Так, хорошо Хорошо Покажет ситуацию По игре Все нормально Я взял немножко Вардиков Сейчас пойдем Немножко Подвардим Сейчас поставим Где-то вард Наверное Вот сюда ткнем Сюда его ткнем И пойдем дальше На мид Хорошо, вардик Мы ткнули Вроде никого нету Опасности никакого нету Как четверка Отрабатываем Главное, чтобы был вижн Я поставил вижн мидеру Но мидера я выгнал с мида Он пошел гангать И тем самым Мне дает немного бусты Выходим на мид Здесь у нас инвокер Решаю здесь газануть немножко Инвокер кидает в себя лакрити Лишается пол лица Я еще немножко На агрессии Подзабираю тут крипчиков Тычкует меня Тычкует инвокер очень сильно Опа Что-то затрансмутил Мне дался стик И такой моментик наступает Внизу ребятки Тоже делают драки Хорошие Я быкую очень сильно на инвокера И конечно же Соло мидера солю на своей четверке На своей имбовой четверке Которая выхиливает Просто нереальное количество здоровья И тем самым Моя самооценка повышается Еще выше Еще выше ребятки Повышается Потому что я на саппорте Засолил мидера Это реально очень-очень круто Двигаемся дальше Двигаемся дальше Идем сейчас Куда идем Пока непонятно Остаемся на миде Экспимся На топе Смотрите На топе у нас есть леорик Он возможно один Сейчас будем уходить В топ В топ Но сначала немножко Дофармим Хильнемся Хильнемся По раскачкам У нас сейчас уже Имеется Репел Репел Почти Максимальное значение И на 11 левеле Я конечно рекомендую вам Взять пассивку 1 секунда Гуардиан Энджела Не особо решит Я обычно беру пассивку В двойку На 18% Она уже начинает замедлять Так берем Руну Отправляем сразу Иллюзии на топ И сами идем Дальше на центр Если там вдруг Начнется что-то Более глобальное Опа Начинается Мартретка Да Мартретка Начинает прессинговать Подхиливаю Подхиливаю Бью Размениваем рез Кидаю репел Мартретке Чтобы Она немного Подвигалась Юзаю ультимейт Начинаю драться Мартретка почему-то уходит Не хочет драться Принимаю все на себя Дерусь 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 Начинаю мансить от урсы Мартретка тем временем дерется Так вроде отмансил урсу Подхожу Очень сильно подставляюсь Захиливаю Захиливаю Убиваю Леорика И к сожалению Немножко неудачно Но Мартретка Тут могла чуть подактивничать Подьюзоваю иллюзии И добиваю Иллюзии Иллюзии добиваю Еще и урса Но в принципе Неплохо Мартретка говорит Что у нее лагает И это кстати Ну такая тяжеленькая тема Он бы Подрался спокойно И пока вот эта вся Разбериха идет У нас не разбериха верня Мы идем И подфармливаем здесь Крепочков Стараемся добивать К сожалению Не всегда получается По чуть-почуть-почуть Оп Не добили Оп Не добил рак И Давай Оп Добиваю Хорошо Двигаемся дальше Иллюзиями смотрим по карте Все в артике стоят Все хорошо По артефактам У нас есть легион с армлетиком Все иллюзии пропадают Мы резаемся Ребятки Когда у нас на данный момент На 12 минуты 3-1-2 И самый высокий левел На Как говорится На нашей скоржовской стороне Ребятки Тпшимся на низ Тпшимся на низ Подхиливаемся сразу Так Лего тут нападает У нас на котла Котл умирает И это Это очень хорошо Найс Подзабрали Подзабрали Какие наши дальнейшие действия будут Я возьму сейчас себе Войдстоуна Войдстоуна И ребятам показываю Что нужно идти по низу Давайте попушим по низу Возьмем тпшку И Войдстоун По идее должен взять Если моя память Не изменяет Должны сделать такую тему Нет Я беру даггер Все-таки беру Решаю взять даггер Не видел сколько у меня золота Взял даггер И все Сейчас с даггером Можно отрабатывать На все 100% Сразу иду ставить Агрессивный вар Для того чтобы было видно Найкса Там ведь еще и Найкс фармит где-то Найкс фармит Это очень-очень плохо Легион здесь Забирает у нас Крипчиков Получаем экспус Этих кейпов Подхожу поближе Но не палюсь Не палюсь Хорошо Табр здесь у нас Почуть начинает падать Почуть падать Я иду прочекивать Найкса в этот кэмп Тут Найкса тоже у нас Не имеется Хорошо Затушиваем тэшку Затушиваем тэшку Санстрайком Не попадает Инвокер у нас тут Хорошо Тавр мы забрали Никорлайт Немножко подхилил И двигаемся дальше Двигаемся Стараюсь ласхитить Тоже вместе с командой Вместе с командой Но немного не удается Так Подхиливаем артрекку И иду Хорошо Я бы сейчас пробежался По лесу И можно подраться Аккуратненько Подраться Пробежаться по лесу И подраться Вардик наш стоит Все видно Все отлично Рошана у нас тут Не забирает урса Не забирает урса Подлагал у нас там Котлик Это плохо Так Идем с мартреткой Сюда в ганг Видит Найкса мартретка Начинает с ним драться Но я пытаюсь Эту контору Все поддержать Вижу что он Как будто АФК Он действительно АФК Подхиливает Закидываю репел Вижу Леорика Вижу Леорика Понимаю что стан будет Откидывает скорее всего меня И поэтому держусь на расстоянии Мартретка очень сильно проседает У меня был тут ультимейт По моему Но я ничего не нажал Не знаю почему я не засейвил Прыгаю и добиваю Найкса Не знаю почему я на мартретку Не юзал там кнопки Пытаюсь здесь уходить Жить Подбайчиваю немножко Чтобы Леорик Все равно продолжал движение Забирает У нас тут легион Леорика Отлично У меня остается Лоу ХП Легиона так же сметают Здесь Чего за фигня Стою Стою Меня здесь никто не должен видеть Но каким-то образом Котл меня тут кстати увидел Увидел Не знаю каким образом Смотрите в меня просто Начал кастовать Он не мог А возможно увидел Увидел В упор кастует меня Я такой Эй ВТФ Подхиливаюсь Кидаю серепел Отблинковаюсь И ухожу на ТП ауте Инвокер кидает санстрайк И чуть-чуть не попадает Успеваю отмансить Немного не понял Почему здесь Котл начал в упор напрягать Возможно пробегал И как-то увидел Но я не знаю Жесть Это конечно кринж Это конечно кринж Следующее что мы По артефактам затаривать Будем ребятки Сейчас это Конечно же будем браться За еул Так как там есть что Откайтить Есть что отмансить Конечно же еульчик Берем Остается у нас 4 минуты До того как мы ворвемся В геймплей ребятки И я поясню Почему у нас такое начало Да Поясню почему у нас Такое начало Идем на центр ребятки Идем Идем Мартретки Мартретки будем накидывать Самое интересное Что Мартретка лагает И покупает армлет Так Сначала Мартретка прыгает Даем хил Потом даем репел Для того чтобы раздамажить Подблочиваем немножко Отлично все сделал Мансим Чтобы он на меня затриггерился И конечно же добиваем Всей толпой Отходим Сейчас возможно будет Санстрайк еще Подхиливаю некро Потому что у некро Диапазон хп очень Маленький И такое Мартретка куда-то прыгает Я не успеваю Накинуть ее репел У меня даггер был в кд Не достаю ультимейтом Моя ошибка Я кидаю репел Уже не успеваю Ультимейтом Я тут не достал Тут моя ошибка Моя ошибка Но конечно же Вот то что тут даггер Был кд И Мартретка Мартретка прыгает Но это такое Это такое ребятки Меня удивила вот эта тема Зевс пишет Там может варды уберете Пишет Зевс У которого второй спелл Позволяет видеть Невидимую всю тему Все аккуратненько Подфармливаем Двигаемся Возможно там Легион что-то захочет делать Я посмотрел на легиона И понял что он без даггера Я думаю Ну ладно Ладно Жалко что легион без даггера Но ничего Двигаемся дальше Идем На низ Вижу внизу Много фарма Хочу Очень хочу себе Яульчик Тем временем У меня кдашка 5-1 на 2 Это очень хорошая кда На саппорте Ребятки Напоминаю Это катка на саппинге Сап омник Зафармливаю тут всех крипчиков Это мой будущий Яульчик И апаю левел Докачивать Начинаю пассивочку Пассивочка у меня уже в двоечку В двоечку ребятки В двоечку Это хорошо Это хорошо что в двоечку Так Найкса Видим Найкса Я буду прыгать Даже помогать Ой урса тут еще Закидываем Закидываем репел Отлично И легиончик уходит На лоу хп Но тут его будет встречать Возможно кто-то И продолжается Нас драка Мансим Мансим против Найкса Мансим Мансим Подхилимся Забираем Хорошо Мартретки сейчас будем Юзать Налицо Какую нить кнопочку А это репел у нас Хорошо Имеем репел Инвокер подходит И очень страшно мне становится Меня просто тупо кидают И я должен принимать Тут очень большое количество демжа Но Мартретка впрягается И начинает раздамажить Дралась бы Дралась бы Я бы захилил Дерись Я ей показываю Дерись Дерись Кликаю Потому что у меня уже есть хил Опа Забираем Отлично Хороший раска Бегаю Бегаю Вижу что котла Начинает принимать Но котла вроде забирает Думаю захилить для Зевса Уже кдшка подходит Но Зевс отходит Хорошо Мансим И вижу что Мартретка Может продолжить эту драку И конечно же Ну боится прыгать Боится Мне же сначала надо хильнуть Я в репел не смогу хильнуть Кидаю репельчик И отходим Понимаем что уже Ну опасно Опасно Максимально опасно Я тут понимаю что тоже может мне достаться Сейчас санстрайка Поэтому захиливаюсь И аккуратненько отхожу Мартретка продолжает Наверное там мансить Ой санстрайк Как мы от санстрайка отмансили Это жесть Так рандомно Байчу на Икса На скиллы И ухожу спокойно на блинкауте Отлично Подхиливаем Мартретку И тут мы решаемся Пойти Не кидая ему репел Потому что репел снимет У нас ДДшку Сразу прыгает Критует Хорош На меня байтится Юзает ванды Юзает на себя репел И начинаем драться Хил у меня есть Хил есть Не хочет драться Мартретка Боится Боится на лоу хп Боится И продолжаем драку Продолжаем Приходится ультануть Для того чтобы Мартретку 100% не разбили И конечно же делается Красивая тема Дабл кил Молодцы Отлично Отсаппортили Но видим еще котла Но решаемся все таки Отойти Потому что уже слишком Такая затянутая драка Но правильный саппортинг Тут правильно двигаемся Хорошо Хорошо Забрали Хватит И иду На базу Друзья Иду на базу А что у нас происходило Ребятки дальше Конечно же Сейчас мы нырнем в геймплей И продолжим играть Эту интересную игру Поехали Итак ребята Кратко ввожу в курс дела Я саппортил всю эту катку Без включенной записи Ну бывает Бывает ребятки Отлично играю Просто в холостую сидел Играл И вот такое вот у нас получается Начало вообще максимально кринжово Такую офигенную катку Показываем Постарался отсаппортить Мартретки Все делал как надо Не включил запись Ну В принципе как надо Лайнинг вообще Ну наверное будем разбирать Здесь Запись Никогда такого в гайдах не было Но игра реально интересная Будем разбирать запись Начальную И я как бы подмонтирую Тогда Посмотрите начало Как мы будем все делать И как у нас все будет происходить Так сказать Будем озвучивать Геймплей Просто будем озвучивать геймплей Хорошо Вот так сделаю Тасты Оп Хорош Че Мартретка не бьет инвока там Брат там инвока надо бить Я ждал Вижен Иду 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 Оп Хорош Вот так вот Найс Отлично Помогаю Помогаю своему керри Но нет кнопки Сейчас сдохнешь брат Мансить надо Армлет Ну не знаю Че Мартретка мне кликала А сам Армлет не переключил Давайте вот этого пацана Кайчи просто его Оп Чисто под замедлом кайчи Не успел Оп Успел Хорошо Найс Ооо Жесть Ой Вредятина Это Вредятина Тех Будем Я Брод упанул Торин Жесть Как я так Не включил Запись Ну бывает Если честно Это уже по моему Пятая игра Пятая игра Где я Играю на омнике Если честно Как я такой момент Прогулял Я не вкурил Ребят Сори Это печалька Так Два варда Я играю здесь Ребятки Напоминаю Ну опять-таки Ешь По записи Все расскажу Че там Как было Так что Ребят Нормалды Будет Нормалды Будет Не переживайте Не переживайте До 14 минуты Там просто катки Не было Так что Нормально Посмотрите Как лайнинг Отстаю Я откомментирую Все будет Интересно Я думаю Тоже будет Интересно Так сказать Работа над ошибками Проведу Так Сентрик Вон он Снять бы его Брат Топором Хорош Умничка Оставляем Керри Своему Ротшем бы Так Иульчик Есть Ребятки Остается Сейчас в Аганим Будем выходить Аганим Акторин Аганим Акторин Сделаем Блин Это такой Кринж Как Вот у меня Было Такое На гайде Гайде Хаоса Крайний раз У меня Так сердце Ёкнуло Когда я увидел Что запись Не стоит Это просто Жесть Но все равно Лайнинг Разберем Так что Не парьтесь Все будет Офигенно Ребятки Лайнинг Разберем Все увидите Эту катку Прям Разницы Не будет В принципе Я буду Так же Все комментировать По игровому Процессу Все будем Разбирать Так что Не парьтесь Так Ну хорошо Ломаем Рошу Ломаем Рошу Будем Подхиливать По КД Нашего Легионера Next Аганим Делаем Аганим Аганим Ребятки А че Аганим Чтоб Можно было По всей Карте Улететь Будем Работать Так Я отхожу Потому что Мартретка Подходит Сейчас Скорее Всего Будет Клепать Рошан И мы Не должны Этого Допускать Это Жестко Это Жестко Не надо Чтобы он Клепал Но я Мог бы Очень Сильно Резать АС Рошан Так Пойдет Есть Отлично Давайте Стики Выкинем Стики Уже Нет Поинт Бустер Берем Оп Найс И почти Есть Аганим Ребятки Аев Почти Есть Аганим Аганим Почти Есть Рош Ну на самом деле Катка Реально Интересная Погнали Реально Интересная Начало Начало Тоже Прикольное Было Так Ну Омник 4 Ребятки Напоминаю Катка Омник 4 Катка Омник 4 Так Здесь Чекаем Вард Есть Вардик Сбейте Братцы Плиз Сбивайте Опа На мне Кнопка Плохая Висит Репел Себе Закину Оп Есть Лопнул Сейчас Репел КД Души Ой Хорош Так Делаю Хорошо Вот так Делаю Вискет Суск Делаем Пойдет Захиливаем Репел Мартретки Так Почти Агоним Ребятки Пригаю Ух Как Поливает Гоу Ух ты Брат Помогаю Помогаю Где Мартретка Моя Себя Заюлим Потому что Я уже При смерти Ну Дал Мартретки Кнопку Подхиляюсь Армлет Врат Ау Аеги Стою Не Улеги То есть Я весь Про Каст Инвока Принял Так Делаю Дорогой Он За мной Бежит Леорик Он Хочет Меня Он Именно Меня Хочет Лего Погиб Но Мартретка Слишком Далеко Идет Куда Далеко Я так Не Пойду Так Надо ХП Поднять ХП Поднять МП Нету Дорогой Найс Отходим Б Афика Ты Далеко Идешь Ты Неопытный То есть Вообще Далеко Идет Так Тут Руна Узерса Блин Забрать Бо Эту Руну Было Было Круто Ты Бот О Красавля Красава Лучше Фильнем Крепчика Оп Из-за Юлим На Аганимчик Ребятки Все Есть Аганим Это Хорошо Ребят 26 минут В принципе Нормально Пойдет Пойдет Вот 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 Так Сделаем Найс Чтоб На базу Не ходить Качественно Там Амартретки Парень Конечно Неопытный Тем более Я без хп Без маны Он пишет Афика Стоим Так Я готов Го Ты Ну тут Тут все Мэджикл Будет Ну я мог Вот эту Физику Вот эту Закрыть Да В принципе Го Помогать Тут Смарт Редка Прыгает Го Ах ты Криса Криса Ля Какое Что там Вопросики Ставишь Дядя Го Туда Надо было Все-таки Некр Сейвить Наверное Да Ребят Некр Засейвить Надо было Ля Все Варды Поснимал Ля Какой Криса Хорошо Что у меня Юла Есть Юла Отвокера Прям Отлично Заходит Урсала Тар По-мо Кстати Купил Урсала Тар По-мо Купил Потому что Он там Либо С Даггера Либо С Лотар Там Еще Найкс Отличная Как Хорошо Давай Давай Оп Что боишься Отдал Да Отдал Урсу Дядь Да Так Хорошо Это Плохо Говаль Танем Погнали Это Плохо Но я Такуру И не Дождался Сегодня Куру Я так и не дождался Сегодня Ребят Там Лего Дерется Куру Я так и не дождался Надо Завардить Этот Пг Чек Варды Помогите Жесть Вот это Драки Конечно Это Конечно Драки Ребятки Людейшие Драки Так Инвокер Куда Не надо Дядя Давай Доигрывай Ты че Мне интересно Будет Инвокер Выйдет Ребятки Топ Товер Пуш Парни Топ Товер Инвокер Куда Блин Печалька Инвокер Там Вроде Че-то Нажимает Да Катка Будет Максимально Интересна Если Инвокер Останется Останется Видимо Не судьба Не судьба Ребятки Видимо Видимо Не судьба Я не буду Его кикать Будем ждать Может Отлагает Да Должен Отлагать Как так То Блин Как так Как так Но Если Он Типа Ливает Это Знаете Че Будет Это Будет Плохо Потому Что Это Весь Их Магический Урон Я буду Улетом Все Перекрывать Потом Перекрывать Где Стрим Вот Это Зачем Пишешь Ты Таракан Панич Сен Сен Стрим Говорит Какой Стрим Дядя Я Тим Я Не Ксен Печальный Нокер Покидает Эту Игру Ребятки Это Очень Плохо И Ну Неинтересно Особоже Становится Ну Ладно Может Они Сейчас По Слотам Очень Сильно Сильно Камбэк Но Поэтому Будет Все Интересно Дума Давайте До Играем Эту Игру Качественно Надо Сделать Еще Октарин Рефреш Два Слота Октарин Рефреш Ребята Это Жесть 20 Секунд Неуязвимость Все Кикаем Давайте Сюда Оп Вот так Вот А Вардик Стоит Ребята Помогите Сбить Зевс Осип Двойка Чек Вообще Было Хорошо Зевс Двойка Чек Лба Гоу Пуш Оп Похилим Вот эту Курочку Найкст Актаринчик Делаем Ребятки Ара Шар Репел И поехала Найкст Актарин Делаем На низу Очень много Фарма Блин Из-за Котла Тяжело Будет Заходить Го Б Лучше Б Уйти Куда 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 Б Зачем Мы же Туда Жесть Я ушел Ребята Пошли Классика Хинозес И меня Сейчас Не хватит И ульты Нет Я жесть Как далеко Ну Они Выиграли Драку Да Нормально Нормально Я там Даже Не нужен Был Я пока На хайграунде Почили Минус Четыре Сделали Ну вот Инвокера Нету Сейчас Уже Намного Легче Нескратка Пойдет Печально 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 Иду Иду Это Печально Парни Давай Лежи Джон Похилим Тебя Дорогой Захилим Твои Боевые Раны Вардик Стоит Там Да Там Крючок Стоит Таким Хорошо Ну Ломаем Центр 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 Ломаем Я в ютубе Не в ютубе пока ты еще дядя Пока еще нет Пока еще нет Так Так делаю И поехала Ребят Так Мне Монолик Кинули Так Делаю А что вы не деретесь Жесть Я ультанул Лего Брастик Какой-то Это жестко Легион Он весь ультимейт Не стал драться Он решил побегать Короче Стороночки А я вот это Не понимаю Ну да ладно Так Ребят Я Акторинчик 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 Что не пробивает Жестко Конечно Оп Найс Так Акторин Почти есть Почти есть Мид Сломали Акторин И Рефреш Ребят Акторин Рефреш Речь Реф Речь Реф Акторинчик В принципе Почти уже есть Можно чуть Подфармить Хорошо Пока не делаем Солдбустер Потому что Ману повосстанавливаем Сарканы И Снэкст Снэкст уже Снэкст уже Снэкст уже Сделаем Такой темы Чтобы было По кайфу По кайфу А пока Фармим Речь Реф Ох Тарине Кори Так Ну-ка Вот так Вот делаю Погнали В медь Походу Там драка Была Часто Четыре Секунды Если поживет Шульта Ну Не пожил Хорошо Опа Бей Я на себя Найкс отвлек Хорош Красава Это я понимаю Дотка Ребят Куда делся А ну-ка Тех слабеньких Этих убивайте И зачем Пушить Не надо Пушить Извращенцы Печаль Криса Посмотрим Что скажет Некр А Некру Скажу Я его Обману Я его Обману Дитя 1x1 Давайте Сделаем Контента Я все равно Не ультану Я не ультану Не буду ультить Пусть Некра Убьют Чисто Порок Он будет кричать Я уже просто вижу Как Некролайт Будет кричать Дай Ульту Ульту Дай Жесть Чество Еще Напиши Игнорщик Не обязан Отвечать Людям Которые В игре Находятся Потому Что я Работаю На камеру Вообще Жесть Обленились Ребята Обленились Так Ну это Октарин И остается Рефреш Ребятки До рефреша Копеечка С рефрешем Будет Бимба Ой-ой-ой Так Вот это Сюда Найс Рефреш Сюда Сертенли Сейчас у меня Будет Знаете Че Репел Можно Вешать Прям По КД Раньше Было 10 секунд Репел Идет 10 секунд КД Репела А сейчас А сейчас Короче Сделали Так Что Репел У нас КД 614 И 12 Секунд Идет Но сейчас Мы можем Постоянно Вешать 6 Урсу Забрали Бедолага Печалька Так Ладно На топе Много Крипчиков Остается У нас Ребятки Рефреш Поэтому Билдует Прям Пушка Посмотрим Насколько Это жестко Жестко Можно будет Под колодец Их загнать Кто-то Переагрит Колодец Там Вернее Крипов Кто-то Переагрит И все Это Время Будут Крипы Убивать Под колодцем Прям Посмотри Какой Найкс Дерзкий Да Я Крипов Не дофармил Дядя Есть Хорошо Хорошо Вот так Ребятам Расписали 20 секунд Ультимейта Будет Это Будет По кайфу В принципе Саппортинг Ребятки У нас Закончился Самое начало Мы отыгрывали В саппорте Самое начало Прямо Сейчас Уже Я просто Почему я пошел Фармить Я не хочу Закончить игру Я хочу Доделать Билд Поэтому я Сейчас Фармлю Фармлю Именно Поэтому я Фармлю А билд Я не хочу Ломать Потому что Я уже Почти его Доделал Почти Доделал Я хочу Чтобы Мои Сейчас Отдались Чуть Фармануть Еще Я Репел Кидать Не буду Ультовать Тоже Сейчас Не буду Репел Кидать Не буду Хорошо Один персик Я уже Выколотил Один персеверанс Уже Можно было И закончить В принципе Опа Ну Задушит Легу Отлично У него Льтует Специально Ребятки Я хочу Дофармить Билд Дофармить Билд Отойдем Б Надо Сильные Они Делаю Как О Найс Подлагал Делаю Как Криса Ребятки Самое Натуральное Но я Хочу Доделать Ребят И пойдем В колодец Вам же Тоже Интересно Это Посмотреть Тоже Интересно Это Посмотреть Мне Жесть Как Интересно Колодец Уничтожим Уничтожим Хорош Вот так Вот Сделаю Чтобы Они Понимали Да Хорошо Еще Чуть Чуть Ребята Сейчас Еще Один Персик Уже Почти Есть В принципе Омник Быстро Фармит По Докторинам Так Что Там Еще У нас Есть Так Еще Надо Взять Да Войд Стоун Начинаем С Войд Стоуна Всегда Хорошо Остается Колечко Хорошо Ребят Замотивировать Главное На вставочку Конечно Как же без вставочки Так Почти И почти Хорошо Так Далее Жесть Как быстро Выфармливается Есть Хорошо Почуть Почуть Ребятки Колотим Прям Вот У меня Жесть Какое Предвкушение По поводу Этой Темы Которую Сейчас Хочу Сделать Интересно Чистики Кури Лежат Чистики Так У меня Есть Кольцо Уже До 1800 Остается Быстро В принципе Выформил Крепчика Похилить Этого Заю Лить Дай Добить Хорошо 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 Еще 1300 До Рефреша Хорошо Чуть Чуть-чуть Остается Но скорее Все Это моя Это Вон Ребят Смотрите Как я Замотивировал Рапиру Мы Колодец Можем Сломать Чуть-чуть Чуть-чуть так отведем хорошо 600 монет осталось да так мне чуть-чуть тоже осталось это пойдем и истики да нет стики не мои плохо стики дополнительно золка была собрается ваш колодец ломать нафиг говорит палит контору есть сюда гол тут под фармин прикиньте если сломаем колодец это что к такая катка саппортская вообще люка так 200 золота ребятки чуть-чуть почуть 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 и выколотили хорошо по криптику по криптику книжечку открываем и читаем 1 2 и 3 есть все имеется рефреш у нас и прошу имеется ребятки идет репреш хорошо внизу драка уже домина этим там нифига себе ультовать зевса засевить олегу лучше слева и лучше поработать о б.д. ну какой б.б. сможем брони не бойся можем все сделать обставочку прям ладно я тогда аркану добью лучше всего тревел пятером лучше всего тревел дофармить тревел надо тут уже не аркана требовал хорош правда может котл под насрать до блайндом line очень сильно озадачит хорошо так 1300 рефреш есть все есть ребятки ох вот это сейчас будет конечно жестко что у них там имеются башеры дизармы мкб все это не то ребята ломник это всегда диффузия диффузиал купили победили и сиропиру правда дадим будет круто тяжело будет хорошо жалко вардов нету варды бы поставить хорошо первый есть 1 есть кд 610 секунд сейчас еще варды поставлю здесь хорошо 2 репельчика вот так вот сделаем хорошо двоечку даю бро хорош хорош поможем браться поможет так мне ману стягивает это мартретка ну заеуллил гоу эхей чуваки гоу эгегей оп еще раз ульт лего ты где брат ах штат лего ах штат легион лего жесть ты что вы боитесь зашли бы спокойно сломали бы чисто бояки в команде ребят но такая катка в саппорте получилось но интересно в целом целом интересно я сдох как-то и весь ульт где был стоял дед я аж написался сразу пойдем жестко но это жестко 20 секунд неувезренности это очень жестко ребят это очень жестко очень жестко так мартретка все-таки решает нам пойти подраться но я бы еще не один заходик сделал пусть дэфмот пусть дэфмот а пара пиро отдали да рапиро отдали не хотят дэфмот жесть ребята вот это прикольно конечно но жалко не сломали колодец неопытные ребята не хотят легион там потерялся что-то что-то хочу там пойти не хочу я же пишу все и в колодец сразу забежали бы сломали 20 секунд хватило бы не знаю но на самом деле это очень жестко получается что омник с такими с 20 секундами неувезренности к физике но в целом ребятки саппорт катку мы отыграли хоть она немного своеобразная с таким с началом с вот этим поломанным но я надеюсь там все объясню вы будете понимать как от саппорт ребятки на этом все погнали третью катку третья катка тоже будет интересная ну что друзья загружается у нас крайняя каточка надеюсь я так косячить больше не буду но ведь у меня были уже это уже второй случай за всю мою так сказать вот эту тему стримерскую контент мейкерскую выразимся так когда я забываю включить запись и получается такая рваная немножко игра как прошлое но в целом прикольно получилось через огонь мне понравилось один заход такой был жалко ребята не поддержали но в целом пойдет пойдет не суть короче смотрите что я буду делать в этой катке в этой катке будет страшно будет очень-очень-очень ребятки страшно так давайте вот это забаним бару в кои-то веки я не баню бару а его забанили его забанили о кто это хень слещ пишет хент лишь respect омник через боум laz interprets я юла дагер и так далее сейчас посмотрим посмотрим как это мощно я мид 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 пацаны мид пацаны тебе есть вопрос к сост а до задавайте ладно пообщаемся с пацаном что если он назвал меня хвостом а нихен я думал просто это подписчик который что хочет и про сняешь чего или не про сняешь не прощаю вот так напиши и не прощаю вот так напиши д д д к и творите д д д к веселым готов идем ребятки на мид и тушим не прощает значит нет хорошо я не прощает написал пацанчику ребятки смотрите в общем наша задача сейчас это стандартное унижение жесткое причем жесткое унижение ребят не снимаю унижение а унижение вот этих оппонентов которые вот они вот они вон там вот жалко не могу вот так вот не могу и тушим тушим молнию соберем молнию смотрите тут молния напрашивается тушим центральный проход в нашем распоряжении сейчас пойдем показывать как надо тащить на омнике через ms build ms build ребятки покупай уничтожай let's go let's go сейчас потушим ребят сейчас потушим сразу закрываем курочку let's go ребятки обязательно поставьте лайк за то что я стараюсь для вас сделать какой-то контент постоянно так сказать без перерывов и прочей всякой шлаковой культуры поэтому ребятки от души всем кто смотрит берем вардик берем не берем все вот так вот и идем отлично ребятки поэтому всем спасибо за поддержку всем настроение рад для вас стараться пилить какие-то интересные катки саппорт катка ну надеюсь вам тоже понравилось не знаю там принципе можно было намного лучше до игру сделать выложить но честно я уже играю по моему седьмую или восьмую игру на омнике это восемь часов я уже уделил практике плюс еще сколько я делал теорию немного накладно ребят честно признаюсь накладно потому что очень много времени на это уходит очень много на это время не уходит и в целом катка раскрыта в саппортинге рассказал все как заскоржи четко от саппортить что смартфетка делать омник максимально простой герой в саппортинге сначала персонаж вражеский вражеский союзный ваш и ваш прыгает вы его хилите потом кидаете репел и уничтожаете все потому что на репел невозможно накинуть хил ребят поэтому вот так вот играется все готовимся к драке посмотрим кто у нас есть и жага будет крутиться возьмем репел качнем скорее всего он будет крутиться поэтому репел качнем придется качнуть репел хотя все так отзвонили отзвонили кто на мину салона мину будет и саби in уже нету все спокойно стоим никто хукать не будет то хоть нибудь сало по идее в мину должен выиграть на изи визе так хорошо щиточек берем сразу же с этого золота ребятки которая нам сейчас удалось щиточек и погнали и погнали ребятки let's go meet в нашем распоряжении вот это сейчас очень плохо то что я сделал случайно прогулял крепочков аккуратно ласхитим стала торопиться цела торопится их я сейчас так протупил тоже очень странная тема а шо ж так ничего не добивают а так ну пассивку будет очень терпильный line походу но камбэк ним камбэк ним третий левел начнем душить почете с пришел а чай-то меня толпой решили загнобить тут сразу смотри какие смотри какие толпой решили загнобить вот так вопросик отошли немного не понимаю зачем они это делают не поможет ребятки это не поможет эти стик возьмем фармин все получится все получится ребят просто фарминг ждем ждем стики не хочу чтобы он кидал первый не стиков вот так делаем чуть побить можно он ватный сам по себе можно кстати драться у меня сейчас будет манга эх неопытный ты еще дядя и опытный хорошо давайте возьмем наверное батлыгу батлы берем там можно было стоять на хилах и next сапог и ульчика сапожочек все надо собирать все я готов на иску руну на топе еще заберу айс отлично ребятки этот мук с мангусом всегда помогает я вам отвечаю просто вы сами видите что происходит мангус купил мид победил все чаще нужно еще нужно next сапожочек бы побыстрее вы фармить чтобы можно было уже нагнетать его прям пассив очков 2 плюс сапог и все пацан потеряется я вам говорю еще в дэшку не потратить до того момента как у меня появится сапог будет вообще пушечно я его просто с под тавара я вот отсюда его загоню и я уничтожил две тычки и сил он умрет кидает первый он его максит интересно нет он ее не максик кстати они достают тут но варианта дайвить глубоко нет вообще по чуть-почуть а чуть-почуть сейчас сапожочек уже будет ребят сапог есть сапог есть пойдем вот сюда прогуляемся может у трона будет видно может что там за руна есть нету руна часа бог пришел ему да ай плохо не успел ребят и чуть-чуть не успел но к сожалению все-таки этот сайленсор сайленсора чуть-чуть тяжеловато до убивать в миду чуть-чуть тяжеловато но пока держимся держимся что мы что мы не мужчины что оба братуля смотри для какой умный для какой умный на сайленсоре чувачок а вот снег струны и смотри ты по-любому мне должен отдаться отдаться по-любому должен даже пять стиков стики растут по чуть смотри как у меня жопа не сгорит у тебя с там штат сайленсор все давайте отойдем на руну пойдем монетку заберем или что там будет если там будет как они хотят автоматически смерть сайленсора автоматически он еще и в лоу-граунде на из захиливаем ся да нет он плотный же есть очень плотный я думал побольше вносить буду пойдет смотри сари сари еще 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 заходим и неопытный дядя еще еще неопытный я таки переигрывая его так берем за медло еще поясняю почему не беру репелл не вижу смысла но реально не вижу смысла репелл я его буду просто сейчас фазами гнобить а почему не ближнего бьешь ты ой я еще специально сюда от манси неужели тот дед меня бил обычно когда бьет если типочек какой-то бьет тебя то ты на него в первую очередь агришься и видимо у меня этот дед вот этот боковой бил и из-за этого у меня герой дай добить да и добить юл офигенно подзойдет против сенсоров так берем kill и смотри как меня тошнит меня от этого сайл 40 и встат очень слабенький в виду у меня очень слабеньким уже лизе катка будет ребята все лайны выигрывают ой 0102 0201 но я мидера тащил есть у меня вся команда 4 лава я один десна 7 и 6 лава у нас тут сайлэнсов надо быть аккуратнее сейчас 6 лава не шутка так был т.п. сразу хорошо вот так делаю на бесплатную ману хилочек 2 стика есть и сейчас на руну еще пойдем сейчас пробежимся газонем за хилим его короче ребятки газуем хиляем и отходим арасим просто его да мне пофиг у меня сейчас на руну я побегу брата на руну побегу все восполним стики главное пополнять бери спасибо что разрешил дорогой мы помой фарда king опа дядя дарова бедолажка часты с хэском так берем репел чтобы снимать себя кнопку беру сразу постараюсь в еул выйти сейчас там ребята победят кто-нибудь там что-то не видят союзники так мне не нравится надо чтобы кто-то победил по-любому а то интересно будет будем аккуратненько подруинивать делать баланс контенте ребята папа 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 кошмарим его типа щас буду его бить под тавром как дурачок хорошо рума или узнал кто-то и узнал кто-то так но я готов принципе делаем глубокий стрейф по такого товара и даем репо не успел репо ладно тушу жесть он медленный вот это преимущество пассивки куру бьет куру бьет жесть вот это омник через тройку конечно пушка ребятки не люблю когда дед вот так тычку и тут стопроцентно заберешь и будет всем внукам рассказывать что забрал каталажку в детстве ой в детстве а вы поняли а это жестко так захиливаем забираем и забираем все у нас там уже все пошло пошло ребята друг друга пылесосит там уже и лох нет и лох хорошо мне главное только фановую это фановая карта ребятки сейчас идет через юльчик юльчик фановая и дай кнопку вот ваду-ваду-ваду-ваду-ваду-ваду-ваду-ваду-ваду-ваду-ваду-ваду-ваду-ваду смотри как могу я еще такую кнопку могу нажать зачем ты рубишь деревья вот тут дерево надо срубить чтобы vision получит 6 я просто задушил этого чувака в миду он уничтожен просто он 05 по моему в миду до это умник ребят 05 минут всем не прощает я говорил что я не прощаю ребят хорошо отлично чем на топе суета да тоже но камбэк ждем камбэк так репел двойку сейчас и уличка же будет один т.п. нет брат т.п. прости заходит ходит хочет 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 забрать мой визор теперь дайте про тнете т.п. надо написать деньга нет при пальчик поможи делает без ульты и пока что на одиннадцатом качаем хорошо у меня есть ребятки сделаем хорошо нет серьга блин интересно интересно мид выносит он не хорошо ладно запоминайте на стрейфах там рекуру у руле я отхилюсь и надо будет сбегать куда-нибудь а этот по-любому диффуз будет делать будет ладно мне на имя сбил будет сразу кофиг май на имя сбил по меня все равно в рейсбэнда парнишка хочет все есть и ульчик погнали айстин порно сейчас посмотрим как будет этот ес медленный какой смотрите погнали юру ах юра 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 и я такая дура побежали если будет ультовать я тоже ухты покой смотри дядь я тебя догоню давай кто быстрее у меня и майса жопой лопай брат мс жопой лопай у меня там 200 ванны есть у нее я побегу угро мне все равно давать больше не хочешь хорошо вот это уже плохо убегу да убегу хорошо но остается бежать как кресиный патруль а я очень быстро бегаю жалко не забрал его и убежал это омник с его лом но убежал зато знатно быстрые ноги чипалахи не боятся чуть-чуть не хватило джагу задушить чуть-чуть не ульчик помогает и очень помогает так что там на миду можно мне мой фарм мой фарм дальше что собираем дальше сию ребятки без даггера даже сиян ультимейт берем об побежали на рун сейчас руна будет сейчас руна будет хорошо побежали на вот сюда яшку первым артефактом берем с яши начинаем наш билд лучше пошел у него тоже боту уже боту но я заберу сделаю вид что я не видел что у него ботал как настоящий криса ребята камбэка и да давайте знаете что сделаем так вот типа вот так вот делаю да он там не поймешь что это иллюзия оба дядя дарова а при пальчик и поехала о здорово уйти дядя будем уйти дядя будем и побежать это имбово так берем вот так вот свапаем хорошо хорошо кошмарим пацанов просто 24 на 7 и с какой мощный вообще жить брод и сша вот это ты даешь на топчик надо побежать google на топчик ребятки сколько мне и масса сейчас 300 95 и сейчас от минус мс 490 ну нормально почти 522 ребят это круто то хускар чик 8 level с фазами тоже забегаем сразу хилим ся об дарова я как гнида сделаю я просто как гнида кончено я сейчас сделал ребят на сорян это нужно это нужно специально для контента это нужно для контента прости вот так сделаем это нужно для контента за сейвил чисто трипера чувака чтобы добить кулака ничего себе вот это нормально я сказанул там глобал очки юзают так у меня уже есть яша это хорошо бежали круто было бы здесь вообще через радиенс мы сейчас сделаем все у меня мс уже 522 саши яшу доделаю я себе еще фармить умел конечно так репел в тройку обруно по идее есть да ребята видеть начали интерес начался ребята начали видеть команде пока весело пока там нету этого диффузел диффузел будет будет тяжело так но надо потеть я так понимаю да надо потеть так рона нету плохо пуск там же сколько артефактов уже имеем так пацаны вы извините конечно не вас зафармить быстренько я пойду душить хорошо есть руны вы еще вардики поставить вардики бы поставить 1 заберем волочкой сделано времени еще у меня много в принципе при цепи сэпи сэнджи есть так и репел все репел в 4 и пол 4 забираем сейчас руну и бежим на фантома будем его пылесосить сейчас хорошо хорошая руна она восполняем побежать бьем настоящим подойдет вот это настоящий отлично но тяжело прям с натяжечкой я его убил просто с руки не пробиваю так ребята там сидят да же есть надо помогать им надо full full рейд босса включать у рейд босса косарик есть сейчас будет еще сия full рейд босса хорошо хорошо был на сия есть все топорик продаем т.п. бежит все все погнали но наши кстати подсасывают слабоватый в тиме что 18 на 7 хотя не знаю как там но и что-то просто ноет пуш что-то ноет погнали сейчас продадим вот эту тему но принципе саша яша все и улечки с ним 450 пассивного м.с. а next ну давайте попробуем радиенс радиенс next попробуем опа бежит 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 не бойся его я не успел дать ему репел а толку не было бы верно сало бы накинулась джага молодец там что-то соображает хорошо так погнали меха джага неплохо меха опа куски деляемся сначала потом вот так делаем но джага нет смысла активировать потому что она не засветится джага не засветится опача хорошо пойдет пилочек прориски очень мало хп у меня чё-то крайне мало так вот делаем на из хорошую драку провели в принципе бежали пробежимся за дела с удостоимость чё за дела побежали и любого оба есть кто оба если нашел и сюда дорогой 122 мс а добрый вечер а ты не убежишь дядь не убежишь дядь сейчас мансанем еще отстанут его бедоложка я жить как и быстрый джаггер диффуз собрал молодец стать будем держать в пульсе что там диффуз уже джаггер на там шутки плохих диффуз купил но соль ты он меня не убивает надо бы драться иллюзия помогать хорошо вот это настоящий полная не знаю кто настоящий то настоящий но взять покажись вот этот нашел нашел или не нашел да ты посмотри ты посмотри на него это плохо вот этого она хилка выхиливает не знаю опасно диффузел сейчас кинет диффузел кинет я умру а я не хочу меня стриг знаю и пузел кинет я умру пузел кидает я умираю надо молнию ребят срочно срочно чтобы можно было пробивать быстренько пик 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 а то фантома совсем не пробиваю жесть мс решает нас конечно решает так у меня три стоманы всего славы люд но вот этого туши стопроцентная заменла сюда а я ее это жестко это жестко но не прощаем не прощаем не прощаем ребяток на максимальным жестком настроем жестком настроить жизнь конечно си и умник просто бешеный тут чатаранов и пишет пацаны пульс я далековато был не пишите все боятся стали так прям так давайте молнию прям по списочку ребятки хорошо прокса с молниями это круто выглядит хорошо молниеносно сейчас а поймы прям выносится на изю ребят хорошо хорошо блин но ты жестко и такой актив мне чем нравится в этой игре и актив идет и они там и тильтует не могут выиграть но кстати джаггернаут молодец что собрал диффуз но еще ни разу он его не заюзал это довольно таки странновато выглядит на самом деле довольно странновато это м с билд напоминаю ребятка через молнию сделаем тут молния доброго генс наверное вы не делал все-таки радиенс первой катки был тут уже тем более диффуз есть параден с не актуально бы вот так сделаем сейчас и заводимся молнию full качиваем молния full его был туда джага джага ну джагу сейчас побьем подходим сразу пошел туда подходим хиляемся разбиваем хилку а хилк сама погибла братом не поможет о хорош лучший дядька иди сюда с тобой тоже разговор будет короткий хорош вообще забавно на самом деле блин омник через м с тоже прикольный сейчас скорость атаки качнем с помощью молнии и потом еще на скорость атаки будем просто вгрызаться тык-тык-тык-тык скади надо must have скади здесь просто стопроцентно без скади этот билд не будет считаться законченным без скади не будет считаться без скади считаться законченным билдом этот билд не будет потому что скади это прям замедло добрый вечер я бон и флетчер лтб хорошо есть затушили лтб я всегда создаю холл и т.б. опа драка новой любви г походу и не оформлю мне все равно что там у пацана происходит так это у нас гиперстон чик урма газ есть их на то пьеса кстати быстро заколочу по идее хилим крипчика и дай вайпл и поехала конь 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 бедный это жестко это жестко галага так есть так но и скади остается скади еще один артефакт скорее сик этот будет скади еще будет артефакт по типу арт скорее всего сало выходом погнали ребята я покажем где раки зимой стой дядька душу вот еще кто там хочет я бегу я хочу ох ты жесть вот криса на войне до жестко унижаем но как я и говорил катка через унижение и плюс я так чисто чем папа напишет уже араканы эти сдаются сдаются они но жестко жестко этот омник конечно самый опасный омник мире жестко сдаются пацаны можно рошана по-моему запинать которого нет запинал проверяй проверяем это жестко такой омник это опасно ребятки напишите какой омник вам понравился больше этот омник конечно дерзкий самый дерзкий мерзкий аппетитный этот омник конечно страшный радиенсовый омник мне очень нравится но к сожалению вот этот омник тоже не нельзя его упускать очень крепенький так продаем боттл берем т.п. и выфармливаем без даггера играем поясняю почему без даггера потому что у нас 522 м с а зачем нам даггер очень быстрый погнали сюда и остается у нас скади плюс шарды именно шарды возьмем чтоб скорость атаки была лютая а если демиджа не будет хватать возьмем еще чё-нибудь возьмем еще чё-нибудь поэтому пока колотим хорошо 2 800 есть скади почти имеется у нас вот эту штучку купим там уже дофармим дофармим принципе два фражочка сделаю уже будет сказать я так думаю так 2 700 золото имеем быстрый молоток называйте меня самый быстрый молоток на диком западе ребята нам готовятся на врывать и я выфармливаю так у нас площадь 4 5 так 4 205 300 мне нужно накопить чтобы купить себе скади целиком зайти бы еще 25 21 леву юанич лох и изи и изи напишу боишься зайти говорит я фармлю скади себе братулец ай-яй-яй-яй ну пойдем поможем немножко чуть-чуть поможем кому там помогать кому там помогать не кому там помогать гои из за душу кидаю себе вот такую штуку смотрите бедный и просто вокруг пробежался а и изи катка это пп да жесть но этот омник это реально очень жесткая тема ну ладно пусть это будет тоже катка с таким максимально жестким унижением и еще одну каточку такую ребятки сыграем но надеюсь оппозиция будет получше погнали еще одну так ну что друзья загружается у нас крайняя каточка и сейчас мы конечно же сыграем омником на м с конечно же на м с будем быстрый как брюс лиджедливич короче по стратегии центральный пароход и дай проход прогиб миг забивай сразу и лету скал ребятки let's go все будет в нашем распоряжении каточка будет легенькая наверное наверное я конечно не уверен но посмотрим надеюсь катка получится интересно интересно катка баним вот этого чела и let's go так бару всегда баню я и берем вот этого чувачка ребята надеюсь его не забанят надеюсь его не забанят берем омника и идем тушить 5 секунд еще 3 2 1 хорошо погнали берем мид забиваем короче по билду сейчас расскажу как у нас будет смотрите самая основная тема что мы должны будем конечно собрать это фазы в начале и потом выходить в его после улов сашу яшу и так далее билд будет считаться законченным если я соберу если я соберу артефакты все правильные и конечно закончу скади эти артефакты этот билд закончу покупкой скади это будет офигенно так вот так открыли чтобы свет был и по кайфу сларка берут на стралка будем от стралка бегать посмотрим как фарм пойдет на миду на миду думаю задушим но если там будет морг то будет тяжело его душить на миду потому что он во первых перекачиваться у него не не ограниченное количество здоровья плюс есть escape если будет клок на миду будет немного полегче но опять-таки тоже будет анимации сбивать я буду пытаться что-то сделать и у меня будет постоянно вот этот но справимся дубу спрос справимся погнали думаю справимся как думаю справимся по-любому справимся вот все топ-1 и не это все погнали так не крайне проник раз можем задушить хорошо армием главных центральном проходе и лучше погнали ребят все в наших руках от к надеюсь будет интересно она завершающая этот гайд катка должна быть по-любому пушечная просто тактенная также ребятки давайте много зарубляем посмотрим что у нас будет так берем опа опа вот эту вещь вот эту вещь хорошо хилочек на базу и погнали ребятки топорик пул топорик готов у топорик у нас принципе балансный пик есть керри есть хороший сапа у нас есть хорошая драка но и у них тоже там есть неприятно это риппер и конечно с рипперов конечно можно будет отлетать прям по страшному давайте давайте сделаем ради сделаем какой-нибудь грязь в этой катке посолить то будет на миду и будем руководствоваться бил через мс напоминаю не будем собирать тут радиенс какой бы у нас фарм не был именно мс в начальной стадии именно мс собираем сейчас себе фазы берем боттл берем стики парами на юл делаем юл даже без даггера без даггера даже без даггера ребятки напоминаю принципе вы видели прошлую катку типа ну вообще типа ну как бы зря этот цветокомментирую просто я немного отдохнул и продолжаю дальше записывать для вас гайд это поможет 11 игра я наверно теперь буду постоянно говорить какая-то игра на омнике ибо как бы ну чтобы понимали сколько игр описывается на гайд на гайд одну только игру проиграл когда начал саппортить парню на мартретке у которого просто первым слотом был он берет бегает 012 полный оба дядьки берутся хорош но тут развернусь пусть запилят пацаны не хочу подставляться опа 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 блин я уже думал на что закончится хорошо хилим ся но мало мало хп остается у меня щиток и цешечку ребятки хилочек на лицо не корми дугой да некра в мину пойди за тушу она сейчас на бусты очень много потратил расходник вернее ничего страшно главное ласхитим некра за душу хорошо берем спасибо очко хорошо раз-два отлично некр там наверно как обычно неопытный какой-нибудь парнишка за тушим хорошо кюлингс приберется нифига себе у нас ребята тушат вот это я понимаю на руне до башечку взяли хорошо смотри какой агрессивный на некре по-любому свою сигнатуру взял сейчас восстановим немного маны ребятки и будем его хилить будем некро хилить как бы это тупо не звучало хорошо о пах 250 маны сапожок ребятки и сапожком можно поддушивать регенится ой дед заруинил с редэмшн хорошо можно пофармить немного некр отошел не забывайте ребятки про то что мангустик может решить вам в виду много много вопросов хорошо пока что все отлично некр отошел что возможно там конь труна инвиза будет вылезет буду драться будет драться буду драться буду даря бля бля жесть аж язык запутался пока что фрифарм ну а ну да инвиз как я сказал как я сказал читабельно если персонаж долго не выходит никуда начнем в любом и лис хорошо пойдет почти ботова формулы айс на топе видит так на из монеточка ребятки монеточка сапожок есть сейчас батлыга из батлыга начинаем хорос нереальный хорос на пятом левеле желательно убить его разочек печалька ладно главное ботал максимальный фокус на боку на ботал ребятки ботал ботал есть уже хорошо куры только нет ой хорош но крипс на то мне кстати отличный отличный кс и сейчас успею подобивать немножко крипов сразу курсе возьму на что мне мастф отлик чтобы тащить катку соло ботлик хорошо но из все ботал летит ботал летит ребята у некра буду сейчас серьезные проблемы я по хп шкам просел начал баблыга приходят и работаем и работаем такой кайф будет пп против некра конечно улетают по страшному папа дядя я иду хилить тебя хорошо попутно подхарасиваем немножко еще за медло берем сейчас берем руны и убиваем его все хватит ему тут на миду стоять монетка неплохо неплохо восполняем мангусиком потушим сначала объем а там делаем вещи хорош хорошо отлично даже я бы сказал некор немножко подфидел фазики фазы уже есть ребят работаем отлично рипс от хорошей на миду поссорим что некор сейчас купит ребятки на топе душат ой 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 ребятки душат не горюй хорошо заберут интересно кого нет полного и там лоха по вы мои мансы просто молодцы так внизу дышка можно будет о сапог взял не курс что ли нет на груне давайте подбежим сильнем подбежим сильнем и еще один стрейф такой хиляем убиваем будет нас и найсово что его до полу боттл тоже стрелаю боттл буттл тору буттл пойдем на руну пробежимся я очень быстро если будет со мной драться проиграть драку по-любому надеюсь там не будет какая-нибудь активка вот вы тут оба хорош так 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 но по идее догоню жизнь там сапог еще давайте рискнем хотел морфа срубить задышил так white stone хорошо white stone берем что-то слишком сильного в нем 09 пацаны идут 09 это жёстко помним прям по страшному там сларк может камбэкнуть сларк это сларк это имба это имба подходим хиляемся просто хорошо там просто кнопка еще будет будет плохо заметили я 13 просто качаю все мне так комфортно в этой игре у нас видел чалька почти и ульчик есть это так если задуматься почти и ульчик крипстат хорошие в миду не могу ничего плохого сказать по поводу крипстата так не зажимай дядя рожь отлично отлично забираем эту рунку все по кайфу берем собу пока что ребятки отлично отравливаем все делаем блок пришел 4 лого зачем задуваем хребтиков уходим а нету 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 это урона забрали уже ударово вот кто забрал кто забрал кто забрал я не пойду бро а феникса даже крипы не агрятся когда он летит имбола ух ты дорог хорош уходи отсюда рикимару просто хп улетели космос ребята профессионалы какие-то команде на самом деле если так задуматься здесь всю команду за унили буду до конца не играть или нет интересно а то как обычно сдаются знаете ну чисто в одну калитку катка вместо в одну калитонку так репел а расшире улечки снег саши аж ребят свою задачу выполняем по артефактам ой в дешку зажали и убьют в д к сожалению но это же хорошо ребята хоть почуть почуда на фарме от чата вода шку в одну калитку пока извиняюсь ребят что приходится немного выключать постоянно микрофон потому что хэ хэ вот это все сколько там мс уже сейчас посмотрим из 95 450 со включен побежали так некор иллюзии надо некро еще раз убить застоялся в медучу опа 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 ну кстати не зря и удаю уж не забираю все равно но он рипер отдал мне я быстрый могу на развороте сыграть вот так сделаем давайте ульту качнем что там внизу происходит реки мару гоняет этого бедолагов реки мару криса и вообще надо ребят как бы истики возьмем у забрали таки кого-то да пока что все ровно на лайны даже можно не ходить на боковые на боковые лайны может не ходить хорошо пока что отрабатываем пойдем магазик сбегаем я такой бтпшка куда-нибудь на боковой лайн сбегал бы но только надо такого персонажа который бы не эскейпил хорошо вот так делаем там внизу и войди бегают по варда у него криса очень много крипов 70 крипов это круто припута крипов или крипов кинозис было дела что ты говоришь крипов или крипов пойду на рунку сбегаю реки на топчики опа сларк с этого скрал я заберу пойду украл у меня рунку у забирает да и а его там тебя нажал ой вот это фейлы конечно за диспайлем все равно не удалось что ты делаешь написать напишешь сейчас так мне кажется надо бы отойти о фен час ультовать бы да зря 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 вот так если только но там собьют слишком очень ультанулся еще напишите себя ну вообще брат паш так не работает ультовника не работает на яички кривовая тема на самом деле так у меня почти есть санжа или яша пока не знаю яша наверно на м.с. правильно м.с. билт он же м.с. билт правильно поэтому яшку и по чуть работаем тушим катка без доггера хорошо пойдет пойдем наружесные ох тут стак какой-то какой-то стак а так делаем его формули айс идем на рунам мне как больше кстати не фидит и хочет лайник нормально я отстоял где надо рассказал хорошо реки будет диффуз по-любому делать так яшка и вот такой мангусик погнали погнали пробежимся ребятки яшка идет вот так вот делаем перекидываем артефакт 1 артефакт прикинуть чтобы нам вложилась и погнали подсчуть аккуратненько у клокус экспо бро я отойду а чё аккурат сейчас курой они нанесят и моджа же меня замедляет этот умник и саби хорошо пойдет побежали у нас 522 ребят работаем догоняем морфа морфа догоняем ребят у реки это вот часу тут где-то бежит выбежим жестко страйфа нём ся вернемся где-то 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 вот тут прикинь чуть-чуть да не попал по-любому чуть-чуть попал обида обида прикиньте себе убил такая это шо дота чисто наугад что на характере выбежал все и нет реки мару хорош так вы на лимит армию репел замаксил найс репел замаксил джастас хас ком и я не могу ничего добить печалька ничего добить не могу так xb пацаны все сдаются фп пишут вот такой такой себе такой си так кто-то леса поколотил на это леса поколотил мне там час эндж да до конца не хотят они не хотят изи катку красава вот это уважуха а я забегу сюда тык 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 хорош так ну что мне остается чуть-чуть до сашьеши и нэк что собираем ребят правильно скаду и а пошла дело и убегаем наша яша есть а можно жить плюс но из-за тушу целью своего саппорта ребят лопнул жалко жалко опа 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 смотри или почти даже почти на вставочку сделал почти сейчас сие вообще будет страшно там некор бежит на я догонял просто его и все оп юлечка и пошло душить и ребят выбрай руки с клавиатуры поехала да что ты ну и не убил я его ой крыса побежали побежали ребят 522 м с а это наше все 6 и так я его и не забрал так я его и не забрал так и не забрал с хостой как будто ничего не поменялось стой как будто ничего не поменялось опа тушат да реки мара удушивает там не буду пока команде своей помогать пусть немного по фидит чуть совсем чуть-чуть чуть-чуть для баланса у меня уже арба есть . хорошей реки там размансивает мужчина ну как вы заметили блин тяжело нормальную катку да сделать баланса особо нету как обычно реально вот 11 игра вот просто такие игры все постоянно в этой катке эту катку до соберем тоже до конца будет игра может еще камбэк но потому что сларк стрики заберут будет тяжело сларк оденется будет ломать сларк оденься будет ломать сларка лотер сэйдж есть почти почти лотер сэйдж есть вместе соберутся затушат они все на лох и по уходят постоянно о выдачи уничтожит . . ребята перифиженные у нас команде так 3000 есть я пока чисто как попкорн сижу хаваю смотрю что происходит ребята дерутся можно пойти часы додушить катка вообще легкая получается пойти да додушить а также неинтересно хочется скади собрать сейчас еще потушим ребят посмотрим как соскади будет замедло у нас работать от персонажа на месте будет стоять так что еще таримся ходи молния и можно работать хорошо можно даже 1 арбу уже купить погнали 1 арбу купим с ларки а не успел на и ул поднять от севула убил сдохнет си улопа иди челны до сларки с его умирает найс пойдет ой 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 пойдет о хорош не забывайте ребят про те диспеллы которые я говорил на теории что если у вас имеется и манта в инвентаре вы кидаете себе репел вы нажимаете манту вы скидываете с себя к сожалению репел это так и работает касаемо run run их тут довольно таки все просто вы можете заюзать иллюзию а потом заюзать на себя репел так будет правильнее потому что иначе противном случае вы просто не заюзайте иллюзии то есть если вы взяли в боталл иллюзию и у вас накинут на лице репел то если вы нажмете из ботла иллюзии чтобы достались у вас иллюзии не появится то же самое dd dd также не активируется так же самое в dd не сможете не сможете бегать с dd под репелом то есть как получается если у вас уже есть dd и вы нажимаете на себя репел то вы диспелитесь это стандартная механика доты то что позитивы тоже снимается blood last ogro также снимается но к сожалению эта механика ребят тут никак от этого никуда не деться так что держите в курсе если что по теории в теории смотрите в теории всего рассказано пойдем кого-нибудь потушим за кем-нибудь побегаем за кем-нибудь побегаем там правда два эскейпера не очень удачно эта тема так у меня есть еще два слота это молния и можно бы шард купить я думаю да пойдем с ларка гонять у меня мс 522 одну тычку даешь за медло пошло бежать смотрите оба диспелиться погнали не может уйти просто не может уйти эта карка через замедло о в этом разносит же есть ужастик какой-то ужастик просто страшная вещь пойдем на низ он экст артефакт молния может быть 1 на 9 выходить 1 на 9 соскади конечно страшно хорошо из так че там на руне есть хоста да мне хоста в принципе не нужно у меня 458 и если я нажимаю у меня 522 тупая 522 бегаю по сути все равно так пока что играем ломаем ребята тушатся блин яйцо ставится очень тяжело войду забрали у хорошо яйцо забрали угол поможем чуть-чуть ребят хорошо опа это плохо хорошо деремся это жесть меня просто закон трет дипус купили дипус купили уже тяжело уже тяжело дипус пока покупает овника сразу принимать принимают как не знаю кого блин еще он берет мою ауру короче против меня же юзает ее жестко жестко но реки мару крысит так тогда значит делаем что забрали у нас все стрики реки забрали нужно молнию мкб молния получается у нас мкб молния по кайфу так но ситуация начинает интересно становится команда надо больше с подраться с командой дагера есть хорошо вартик поставил упс вот и поставщил меня реки мару будет контр диффузиалом ух ух но с командой сейчас соберемся и покажем как надо подрипалом уже не дадут побегать подрипал не дадут побегать но все равно сможем драться что там у реки диффузиал еще потратил криса один диффуз остался он на меня помочь 4 диффуза потратил 4 диффуза ослаб сзади 40 сзади гопа джи-джи реки откинулся реки мару бегу помогать помогать о парике мару таверне все в таверне по давайте плохо поймаем стой дядь бэк некор ну ладно туда про снег арбай бэк я не пойду раз снег арбай бэк я не пойду раз снег арбай бэк я не пойду может вообще travel собрать сейчас прям а то чё я бегаю просто и 522 получается да ребят любит ребята решили хг пойти пойдем на низу под фармом желательно на топ тп дать еще на топ кто-то пойдет что-то зуб пошел хорошо чё пацаны все равно камбэк но чувствуется чувствуется что камбэк ну а давайте пару тпш купим сейчас тут задуваем быстренько хорошо и уходим и уходим похилим да забрал некор туда же давай не уйдешь дядя а если выходим ребят а если выходим у домогнула там нормально опак реветка идет привет к братец лотар зашел а нет на нам было догонять ладно пойдет хорошая драка ребятки с ребятками подрались нормально от меня никто не уйдет так молния или мкб х желательно молнию сделать и пояс молнии сразу буду очень такой агрессивным молниям тв х хорошо молнии мкб х у меня еще болтал можно будет поменять его была мкб молния пнута джейс сколько золота надо на самом деле но будет по красоте по красоте значит главное подработать нормально хорошо реки если будет вылазить надо будет знаете что делать просто его и улите выходить стучки пойдем продадим ботов с ларк убегает ух купол поймали туда ребята дерутся так потеряли кого-то там ой да потеряли океане столкну и придут ребята наверно там бегать суетятся хочу до некорда ковыряться и он то поделает наверно не стопа делай да а мы сейчас быстро резко забежим прикиньте он айс репел кидаем заранее побежали оба тык 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 это забавно блин и он жестко тушат этот омник м с вы не отпускают просто даже без баша даже без баша не отпускает просто хорошо нашли что-то из так молния обнутая у нас есть принципе по красоте некро уделал просто бежишь и убиваешь так что там пару нам она у меня в принципе не кончается с его он даже можно подспамливать гоно топчик х 100 dd на 100 dd то там spark пойдем с ларка по той же самой ребятки по той же самой как это по той же самой стратегии с ларка также как в прошлый раз убьем а у нее там лотар не убьем туда ладно но хотя бы погоняем чё пойдет главное чтобы там реки мару не было а то будет бабушка будет бабу хорошо здорово я про это говорю осталось до свидания хорошо так молния кто то есть мкб шарт мкб шарт как молния идет жалко ребята в хб там дерутся так реки марыч дорогой выдраться заколотил просто найс бедные реки о подписник красава только рано сдаешься те кто не сдаются получают капс вот так напишем замотивируем пацанов написал так некор не сдаться пис вот это понимаю молодец и вина 60 минут так играю вин это реально это реально выиграть красава красава как система тв работает вот так и работает что распределила как-то так на это все ладно это все ладно у меня две четыреста есть уже эти курма газ урма газ урма газ ребята нам за второй шанс это говорят без шансов пацаны это гайд хардкор колотим крипер так смотрите чё наша задача сейчас мкбш куда делаем пашка почти есть хорошо мкбш к почти есть хорошо мкбш к почти есть опа рикич сюда пусть дефаются рикич кемар загулял можем спокойно в принципе даже сломать им сейчас сторону меня до мкбш к копейка в принципе билд я считаю будет закончен ну жестко выфармливается жалко экшона никакого нет но если сфидим пару раз то будет экшен они камбэкнут возьму диффуза диффуза и будет гг диффуза и будет гг хорошо ребята мид пошли да чисто отважные отважные мид идут будет ломать центрально ломает вот сюда уже почти мкбх есть я всю игру на самом деле выхожу на драки и фармлю чисто как настоящий керри прохожу на драки тупо оба здорово хорошо и затушил найс рот го пацаны не ломайте их не ломайте пацанов и муншард останется о дэдэшка найс и дэдэшка остается дэдэшка остается ребят и тут у нас оп хорошо остается у нас и муншардик после того как сейчас соберем соберем мкб мкб уже в принципе не за горами соответственно сделаем уже конечно же себе дополнительную интересную кнопку муншард муршан хорошо мкбшка есть 37 минута 6 лотов я имею причем таких принципе нормальность вот только и у и сия не в счет принципе обычно 6 лотов собирает 40 плюс-минус если вот тупо таким фартом фартом фармом вернее туда а по найс а вот и скади подъехала войска дих но вы поняли ребята мкбшка есть всем можно работать можно подраться разочек подраться разочек погнали монетка так я готов тушить значит ванвис уйдет просто ушел ванвис называется пойдем под репелом побегаем мкбх есть опа и спеллит меня блин прикинь да реки марич реки марич т т т т т т т бам 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 дядя подожди бам 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 как же он хренач жесть он просто заходит и ломается че хочет делать этот герой если перри фарм люты хорошо чисто уничтожение еще команда профессионалов каких-то попалась так ну смотрите муншард и добиваем ребятки на этом гайд я думаю будет окончен пишите какая катка больше всего по фану зашла погнали на топ принципе давайте travel сначала travel сначала и что же там бит падает по-страшному сейчас дефнут пацаны можно будет потом 11 x 5 затем на 1 из 5 меня убьют просто диффузит и все и умника нету и возит и все в принципе если будет крест крест будет хорош сегодня крест сегодня крест можно ребята тушат у почти забрали так и остается он тревел у нас есть уже когда там трипл килл пацаны идет не унижили шарп не успею собрать на них сейчас дефтность дефтность полечу погнали то есть они их там тушат сейчас арт на купим у там с лазера запилил походу на фениксе красава с лазера запилил так мыс отлично 3500 есть 3500 есть оба омник трон ломай 150 дайте мне на шар и будет по кайфу хорошо кайф так ну что получается у нас полный билд красава вот он и шарт подъехал ребят и как это красиво посмотрите какие слоты у нас по кайфу по кайфу так то там у нас есть не корм сюда дядь хорошо так 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 ну ка репель чик и поехала избиение брат стой а не надо рипера дядь то есть это ужастик какой-то ребят как же он пигачит этот омник хорош но это жестко ну ладничка наверное будем тогда заканчивать эту катку заканчивать до конца получился у нас таки крайний билд ребятки тоже более такой знаете жесткий омник получился конечно не через матность через матность как бы ну знаете да он такой через матность он такой быстрый тоже опасный получается омник но март на 85 я собираю крайне редко тем более на умника но хотите попробуйте хотите попробуйте хотите попробуйте в принципе тоже неплохо так и кто там у нас еще сейчас рестница запинал просто красава бро есть красава гг походу вот гейм красавчики ребята что же друзья на этом у нас закончивается гайд на омника обязательно пишите какая катка вам понравилась больше напишите какой билд вы как говорится прок чувствовали понравился какой билд вам больше понравился ребятки обязательно пишите комментариях ну и поставьте лайк за моё старание спасибо всем кто поддержит кто смотрит и принципе друзья все с вами был ксеназис и до скорого